Всем привет. Меня зовут Андрей. Я шеф-дизайнер нашей дизайн-системы. В двух словах расскажу о том, что у нас есть и начну с контекста. Это очень сильно определяет то, как мы делаем нашу дизайн-систему, то, в каком контексте мы находимся. У нас дофига проектов. У нас их более 20 и их количество постоянно растет. Буквально каждый квартал появляется какой-то новый сервис. И они все достаточно разные. То есть есть такие жесткие productivity-сервисы, которые все про технологичность, про продуктивность. Есть медиапроекты, которые воздушные, яркие и про эмоции. Есть бизнес-сервисы, которые у нас вообще где-то посередине находятся. Есть вообще не похожие ни на кого сервисы, которые визуально… Ну, не похоже то, что они являются частью Mail.ru. На самом деле являются. И вот это все нам надо поженить и сделать частью единой системы. Вот это, наверное, основной челлендж, с которым мы сталкиваемся. Если в двух словах сказать о том, из чего, собственно, состоит наша система, какова ее структура. У нас есть некая идеология, согласно которой хорошая дизайн-система должна содержать в себе три части. Первая часть – это визуальный язык. В нашем случае визуальный язык, вся вот эта идеология, философия, все, что касается отступов размеров, цветов и так далее и тому подобное. То есть все то, на чем базируется наша система, оно все находится на парадигме, нашем внутреннем ресурсе, на самом деле и внешнем тоже теперь. Это наш единый источник правды, то, на что мы ссылаемся, то, что мы передаем аутсорсерам. И это вот наша библия, скажем так. Есть вторая часть – это единые компоненты в коде. То есть все то, что мы там нагенерили, навыдумывали в рамках создания нашей дизайн-системы, самое главное – то, чтобы оно было отражено в реальных компонентах, чтобы оно было в них зашито. В нашем случае у нас сейчас несколько библиотек компонентов на данный момент, которые мы там женим друг с другом потихонечку, поскольку у нас очень много распределенных команд. Здесь просто представлены их просмотрщики. И, соответственно, мы следим за тем, в первую очередь, чтобы все правила, которые мы выдумали, они были обязательно зашиты в компонентах, и мы в первую очередь думали о том, что находится на верстке. И третья часть – это то, с чем работают непосредственно дизайнеры, то, что они используют для демонстрации своих идей. Если мы на втором вот этом пункте все сделали правильно и с компонентами у нас все ок, то на уровне шаблонов для дизайнеров все гораздо проще становится, потому что у нас, естественно, есть замороченный UI-кит со всеми вот этими модными штуками с меняющимися иконками, цветами и так далее и тому подобное. Но в данном случае мы к нему чуть-чуть проще относимся, потому что это все-таки в первую очередь для демонстрации идеи. Если у вас на верстке все хорошо, вы в этом уверены, если у вас там самая актуальная версия, то даже если вот здесь вот один пиксель будет неправильным, то это уже не так страшно. Мы в первую очередь следим за тем, чтобы на реальных продуктах вот для реальных пользователей все было так, как нужно. И два слова о том, как устроена команда нашей системы. У нас нету какого-то такого прям ярко вот выделенной вот группы, которая специально там подписалась под этим. Мы все тоже занимаемся этим параллельно с основной работой, уделяя этому какое-то количество рабочего времени. Кто-то больше, кто-то меньше сформировались мастихийно. Но, скажем так, чем более серьезной становится система, чем более серьезнее вы ее имплементируете как-то в свой рабочий процесс, тем больше вы, понятное дело, на это времени тратите. То есть сейчас я, например, ну чуть ли не половину своего рабочего времени в том числе трачу на это дело, потому что оно требует... Ну, во-первых, у системы должен быть майн-трейнер какой-то, который будет это поддерживать, который будет следить за актуальностью, который будет тоже вот человеком, которому приходят и задают вопросы по поводу нее. Во-вторых, она просто должна, ну, как бы всегда находиться в актуальном рабочем состоянии. Поэтому, если отвечать на вопрос, есть ли выделенная специальная группа, нет. То есть мы сформировались стихийно и работаем над этим параллельно со всеми остальными рабочими процессами. Вот. Тогда сейчас переключу дальше. Да, Ваня бы. А привет. Привет! Нет! Нет, не для ... Ну, короче, да. Я эту тему рассказывал... Короче, как. Юра написал, не готовьтесь, пару джипегов просто в контекст вести. И я посмотрел, потом ребята стали презентации скидывать, и как бы я это увидел час назад, поэтому я достал старую, чуть-чуть ее подпилил. Мы начали… Короче, как, я полностью согласен с Андреем, что надо понять, почему и зачем что-то происходит. Мы начали эту всю историю несколько лет назад, года четыре, наверное, назад. И у нас это была техническая задача, как переделать интернет-банк, как организовать работу лучше и так далее. И у нас дизайн-система получилась как побочный эффект бизнесовых задач. И в основном все шло от… Ну это как архитектурная задача сначала была. И в числе нашей подхода к дизайн-системе, потому что тогда даже этого слова не использовали, была, например, штука, как сингл-сайн-он, чтобы вот в этом архитектуре распилить приложения, чтобы их можно было запускать независимо друг от друга и так далее. Если кто-нибудь понимает, что такое сингл-сайн-он, поднимите руку на всякий случай. Ага. Потом расскажу. Это, в общем, не имеет отношения к оформлению того, что вот как-то должно быть. В 2015-2016 году я бы вам рассказал то же самое, что Андрей сейчас рассказал. Вот здесь вот кусочек целей, про принципы, которые там были и так далее. И про то, что мы это все делали. Так, стоп, секундочку. Ага, вот. Мы, да, действительно… А, так, давайте еще разочек назад. Значит, у нас в банке основные продукты, над которыми мы работали и для чего мы создавали дизайн-систему. Это два интернет-банка для физических лиц и для корпоратов, но это для организаций. И два мобильных банка, которые на iOS, на Android, плюс еще мобильный веб, в который мы приходим. К сожалению, еще приходим, но по идее должны были прийти давно. Я бы тоже рассказал про вот эти все штучки, с которых мы начали. Они оказались совершенно не нужны в перспективе. Вот, то есть не стоит, наверное, начинать с макетиков, там, атомарный дизайн. Это у нас случайно получилось. Я рад, что мы на это потратили год, но я также рад, что мы от этого ушли. И, в общем, горите, пускай это все горит где-нибудь. У нас было больше 500 компонент, которые были в коде и так далее. Вот, там был такой вот клевый дизайн. Он был на фиолетовом фоне, там, на темных, там, на белых и так далее. Вот. Мы гордились очень набором из иконок, которые были сделаны в куче размеров под разные, там, ну, там, для маленьких размеров, средний, большой, там, с детализацией, там, чтобы они все в системе работали. Мы все это сделали в итоге для реактора, частично для iOS и Android. И сейчас будем, конечно, больше уходить в то, чтобы нативную библиотеку сильнее развивать. Нативная это, которая iOS, Android и так далее. В основном, ну, основной был упор сначала на веб. Мне кажется, не очень правильно было. Ну, в общем, вот. Такая вот штука у нас появилась года два назад, где, вот, видите, здесь всякие компонентики. Вот здесь переключалка темного и светлого фона. Здесь можно все прям взять код, который был сначала, там, для системы прототипирования, для HTML простого, чтобы можно было что-нибудь собрать. И это неплохая история, потому что дизайнеры могли прям взять, брать кусками код и прям собирать прототипы. Вот. Это был полупродакшн-реддит такой вариант. На JavaScript сделанная хорошая штука. И, да, и у нас то, что Андрей показывал на последнем, ну, там, пунктом третьем, что не очень важно. Ну, как бы, это, ну, вот этот огромный файл с бордами, со всеми кнопочками, состояниями. Вот так вот примерно выглядели наши приложения, которые уже были собраны с этими компонентами. Сейчас они выглядят так, сделаны на той же системе, и она эволюционирует, очень сильно изменяется, развивается, и появляются все время новые штуки. Это одно и то же приложение на мобилке и на десктопе. Вот. Сейчас выглядит то, что в коде. Я не буду повторяться то, что Андрей говорил. Ну, это очень важно, для нас это важно очень, чтобы все было в коде, и чтобы ребят в этом собирали. Вот в таком вот виде здесь уже все более прилично выглядит. Но есть проблемы, что вот эта, например, библиотечка для веба, она только под React. Вот. Если кто, ну, для нас, почему это проблема, что только под React? Вот этот слайдик фотографируйте, можете туда пойти прямо сейчас, и потыкать это на GitHub все то же самое. Значит, ну, кто не знает, что такое React? Да, все знают. Да, отлично. Вот у нас, например, очень много подрядчиков. Там параллельно работает, ну, только над вебом, там, 40 команд, скрам-команд. И очень много подрядчиков, которые делают какие-то разовые штуки. И мне, вот, например, человеку, который помнит, что там в 2000 году, если у тебя страничка больше 100 килобайт весила, то это прямо ужас-ужас, сейчас очень больно видеть, когда на React собирают страничку, которая один раз хлопает, там вместо трех строчек JavaScript подключается библиотека на сколько-то тысяч строк, и как бы это долго загружается и так далее и тому подобное. В общем, хочется куда-то в другую сторону пойти, и поэтому мы сейчас будем работать над DSL, это Domain Specific Language, который потом будет парсить библиотеку в разные, там, может быть, в BAM, может быть, в React, может быть, какой-нибудь JS, CSS, там, очень простой. Вот, ну, в такую вот сторону, думаю, пойти. У нас как развивалось? У нас сначала была команда, которая прям методично работала над компонентами, потом, ну, так же собралась, как у ребят сейчас в Мэйле, потом мы отпустили эту всю историю, и у нас сейчас как работает? Сейчас в командах ребята используют компоненты, если нужно, они создают новые, и у них свое сообщество разработчиков, которые мейнтинят эту библиотечку, добавляют, убирают, ну, принимают что-то или что-то отказывают, в общем, работают с этим. Вот это публичная версия, у нас есть непубличная версия, которая по-другому выглядит, потому что, ну, она такая боевая совсем для своих, вот, там, когда публичная, надо, чтобы было красиво, а когда своя, там могут быть какие-то рабочие штуки, вот. Ну, собственно, так. Сейчас у нас наступает такой период, когда мы думаем о том, чтобы возродить уже полноценную команду, которая будет системой заниматься на фулл тайме. Там будут разработчики iOS, Android и Web, потому что, ну, как бы, один React поддерживать, как бы, маловато, вот. А мы за переиспользование, там, каких-нибудь WebView в нативных приложениях и так далее, это надо систематизировать. Сейчас там очень много пилотов в эту сторону направлено. Посмотрим, как они сработают до конца, вот, по результатам. Будем это масштабировать. Ну, собственно, я передаю Артему рассказ. Рассказ. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Артем. 8 лет я уже, ну, 8-7 лет я бегаю с идеей дизайн-системы для России, но в контексте, безусловно, нашей IT-сферы. Это веб, это приложение, это все, любое представительство государства на наших экранах, я не знаю, инфоматы, все что угодно это может быть. Ну, и было сначала очень трудно всем это все объяснить, но эти 7 лет дали такую возможность, очень серьезную для нас, отработать понятия, отработать за этот срок какие-то важнейшие решения. Я не говорю про компоненты, про узкие, про маленькие, а прям довольно крупные паттерны, которые устоялись. То есть, делая хороший продукт для государства, другие ведомства начинают его вольно-невольно тиражировать, ну, эту хорошую практику. Вот за это время появились очень хорошие паттерны для конкретных задач, и с этим всем уже спустя 8 лет моих попыток прихода в разные органы с этой задачей, с нарисованной зайн-системой, с компонентами, с предложениями и так далее, прорыв таки случился 2 года назад. Куда направлять? А, вот. Да. Поскольку есть компания, лаборатория Артема Геллера, она довольно небольшая в смысле количества дизайнеров в Оной, она совсем маленькая в этом смысле, нам нужна была поддержка компаний, да, друзей, которые обладают довольно широкой дизайн-экспертизой и где объективно очень много людей работает, дизайнеров. Ну, мы нашли ее в лице компании АИС, может быть, вы знаете ее. Вот. Ну, и на данном этапе к нам подключилась МКС, это Министерство, собственно, Министерство связи, Министерство связи Российской Федерации, и наш важнейший компонент, то, что, наверное, в нашем случае действительно отличает нас от других дизайн-систем, то, что мы рассчитываем, ну, на стороннюю, на вашу поддержку разработчиков, ну, от любых из IT-сферы в любых ее направлениях. То есть частью нашей дизайн-системы являетесь вы как специалисты. Вот. Я тут посмотрел цифры Mail.ru, думал, у вас большие. Так вот, у нас чуть побольше. Вы представляете, вот первая цифра 130, да? Это на самом деле вот более… Везде ко все цифры можно написать «более» или «плюсик» поставить. Более 130 порталов, ну, или сайтов госуслуг. То есть вы понимаете, что в каждом регионе есть, есть федеральный и так далее, и так далее, и так далее. Куча нотификейшенов лезет. 330 – это систем гигантских, глобальных, больших, только систем берем, которые вообще не связаны между собой никак у государства. Тысяча, более тысячи органов государственной власти. Более 5000 государственных сайтов. 84 миллиона – это наша аудитория. Ну, тут уже мы как-то с Mail.ru уже там рядом совсем. И самая страшная цифра – вот эти 200 миллиардов рублей в год тратит государство на поддержку всей этой IT-структуры, архитектуры. Так вот, разрабатывая эти сайты, и клиенты наши, и я, мы пытались делать действительно неплохие продукты, пытались донести, что компоненты нужно тиражировать. Ну, пока на базовом уровне, потому что не было еще в то время даже в профессиональной среде такого подъема и расцвета термина дизайн-систем, как сейчас существует. Хотя его многие неправильно понимают и сейчас до сих пор. Вот такие цифры – это то, что мы хотим сделать. Но наша основная задача для нас всех, помимо всех задач, которые там ребята озвучили, всех задач, которые во всех статьях написаны о дизайн-системах, наша задача – снизить стоимость для нас самих это все, то есть порезать в этом смысле бюджет на разработку. Хотя я думаю, что такие цели преследуют и Mail.ru, и ребята из Альфа, и, наверное, Кастереж. Это, конечно, очень спорный фактор, потому что нужны, может быть, другие специалисты, уже не дизайнеры, которые рисуют кнопки, а люди, которые проектируют, которые, может быть, стоят дороже или еще что-то. В общем, вопрос здесь спорный про финансовую составляющую. Но в любом случае мы делаем одну экосистему, которая понятна и удобна людям. Еще небольшой анонс. Этого я ждал тоже 7-8 лет. В ближайшее время появится, наконец-то, домен Design.gov.ru. Это гигантский прорыв. На этом домене мы публично, как ребята из Mail.ru, как ребята из Альфа, по той ссылке и так далее, и так далее, и так далее, мы покажем нашу систему, дизайн-систему компонентов. Безусловно, мы говорим о компонентах, которые не просто являются картинками, а это не некий, а вполне себе бэм для того, чтобы эти компоненты можно было использовать. То есть там есть код. У нас гигантское… Ну, в общем, совсем скоро запустим. Есть вот еще такая цифра, 86%. 86% — это у нас в стране граждане, которые вообще… Вот если у него спросить у человека, назовите хоть один сайт государственный, где вы можете получить какую-то услугу, сервис и так далее. И 86% просто не может назвать ни один ресурс. С этим надо бороться. И вот это единая точка входа для людей, которая легко запоминается, которая будет впоследствии gov.ru, не то, что сейчас там, то, что вы сейчас видите, этот ужас уже такой, ну, исторически сложившийся. Будет единая точка входа, которую можно одну продвигать, одну объяснять, и все будет хорошо, если она будет одна. Так, цифра неожиданно всплыла, я думал, ее не будет, поэтому я тут запутался немножко. Здесь вы видите примеры государственных сайтов, которые уже сейчас переделываются или уже закончены вполне себе. Это дизайн сайта построенный… Это дизайн главных страниц сайтов, федеральных ведомств, министерства образования, министерства труда и портала открытых данных и так далее, которые построены на дизайн-системе. Сейчас можем потом в деталях проговорить про компоненты, про то, как это выглядит, но значительная часть ведомств уже обновилась, и большая часть ведомств обновится в течение конца этого года и следующего года. Откуда тут растут ноги? Во многом из банальных соображений есть… Вот очень смешная история произошла. Есть международный рейтинг стран по внедрению электронного правительства. И в этом рейтинге Россия… Ну, мы не такие плохие, и мы занимаем почетное из всех стран мира. Какое-то 20-е место занимали. Вот. В последний год упали, но по определенным причинам в этом рейтинге стали занимать место чуть пониже. И объективно есть задача сделать и людям хорошо, и в рейтинге подняться. И очень забавные пришли… Ну, к тому, что мы все с вами здесь собрались, нас довольно много. Довольно забавные пришли требования от рейтинга. Это он предоставляет, да? Его KPI, по которому они вычисляют. И знаете, с чего начинается описание рейтинга? Значит, государство – это единый интерфейс, единая дизайн-система, т.д. То есть сейчас ООН, специалисты ООН понимают, и они и так позиционируют, и они от этого отталкиваются, оценивая представление государства в интернете. Это очень большой прорыв для всех. И мы, я надеюсь, тут совсем не будем вдалеке, не в последнем совсем в вагоне поезда, а может быть даже будем локомотивом, потому что у нас есть определенные идеи. Помимо тех плюсов, которые ребята говорили, я расскажу именно про наши узкие акценты, которые именно мы хотим внедрить. Мы, правда, искренне не боимся инноваций, мы будем этим заниматься. Это не пустое сейчас какое-то слово красивое, которое часто употребляют. Это серьезно, в ближайшее время, я думаю, вы это увидите. Безусловно, у нас гигантский акцент на доступность, потому что наша аудитория – все-все-все, и люди с ограниченными возможностями, и с низкой скоростью соединения. И контент. Наша дизайн-система будет включать в себя не только технический аспект, какой-то там визуальный, информационную архитектуру и так далее. Он будет включать в себя написание гайдов, формы и так далее, того, как нужно подавать ту или иную информацию. То есть мы говорим о тексте, о копирайтинге, использовании же организмов и так далее. Ну, это как раз такой специальный супермаленький скриншот, чтобы показать, что инновацией мы занимаемся, но я не могу показать, какими, потому что это все еще не обкатано. Да, на тело, не почему, есть белые варианты. А, ну все, типа презентация закончилась. Ну, давайте поговорим, давайте следующим ребятам дадим. Я представился, вот этим мы занимаемся и, дай бог, все будет лучше. Следующие ребята. Пять сек. К сожалению, выехать за два часа не спасло меня от опоздания. Всем привет. Я расскажу о опыте компании Rambler. Так, кликер мне нужен будет давить. Давайте протестим его сразу. О, окей. Меня зовут Саша Ермоленко и я руковожу отделом дизайна продуктов Rambler. На самом деле, Rambler сейчас это не только портал, как мы помним, наверное, кто-то из вас помнит, это достаточно Rambler 21 год, все-таки достаточно давно уже в интернете существует. Это порядка 20 различных продуктов и сервисов, совершенно разной направленности. И порядка года назад у нас случился редизайн. Мы сменили логотип, мы сменили айдентику, мы сменили позиционирование на рынке, ну и в соответствии с этим мы решили, что нам необходимо глобально редизайнуть все наши продукты и сделать это, в общем-то, достаточно системно. Поэтому нам было необходимо какое-то решение, которое бы нам помогло охватить такой большой объем работ и при этом выработать какие-то общие привычки пользовательские, объединить большое количество продуктов в единую платформу. И, в общем-то, дизайн-система сложилась у нас, исходя из смены позиционирования, смены стратегии на объединение всех сервисов, потому что до этого продукты Rambler развивались самостоятельно, развивались в соответствии с своими ключевыми показателями и, в общем-то, были связаны только названием, можно сказать, и каким-то юридическим причастием к группе компаний. Наша дизайн-система сейчас представляет из себя, можно сказать, она состоит из трех основных компонентов. Это документация, конечно же. Мы храним документацию на внутренних ресурсах, в цеплении. Ну, там я потом расскажу смешную историю про крафт. Конечно же, исходники — это то, на что ссылается документация, то, где актуализируются самые последние наработки. Ну и, конечно, компоненты, как, в общем-то, у всех. Это уже формальное, конкретное описание тех элементов, которые мы используем для того, чтобы наши продукты выглядели одинаково. Документация у нас, на самом деле, хранится достаточно старомодно, но мы это используем для того, чтобы… Мы храним ее в PDF, обновляем ее раз в полгода, но мы это используем для того, чтобы делать из этого внутренние события. Мы это используем как инфоповод. Нам очень хочется сделать… Я считаю, что у нас достаточно хорошо получается пока. Нам очень хочется наладить горизонтальную коммуникацию внутри компании. То есть нам очень хочется, чтобы люди знали о том, чем занимаемся мы и чем занимаются другие команды. Потому что в момент, когда сервисы развивались по-своему, даже если ребята сидели в одном open space, они, в общем-то, могли быть не в курсе, что кто делает. И такой способ распространения документации помогает нам создать тот самый инфоповод внутренний, то есть помогает нам рассказать через единый коммуникационный канал о том, что происходит, почему это происходит и вообще зачем это так все нужно сделать. То есть помогает людям объяснить, чем мы занимаемся. Ну и, конечно же, документация ссылается непосредственно на Цепли. Ну, то есть там описаны самые-самые актуальные правила, самые актуальные компоненты, самые актуальные элементы визуального языка. Ну, по сути, это способ такой поддерживать документацию в актуальном состоянии, пока она не обновилась. Мы, конечно же, рассматривали вариант грузить ее на какой-нибудь внутренний ресурс типа конфлюенса и так далее. Ну, если вы знаете, как работает многие похожие на конфлюенс истории, то там просто вы подписываетесь на документы. В общем, если кто-то что-то меняет, вы получаете на почту просто миллиард уведомлений, которых у вас там и так миллиард, и, в общем, вы ненавидите этот конфлюенс. Я вот его не люблю, потому что я подписан на очень большое количество документов, и это просто ад. Поэтому мы выгружаем туда уже более-менее готовую версию, делаем это не так часто, чтобы просто людей не терроризировать с этим. Ну, и исходники, конечно, как и все, мы храним скетч. Мы работаем в скетч в основном. Скетч ссылается на ассеты, фотошоп, иллюстратор. Ну, в общем, все, что угодно в том, в чем мы работаем. Все это, конечно же, доступно в облаке, в дропбокс нашим корпоративном, в соответствующих папках. У нас единая файловая система. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый участник команд мог найти там, в наших папках, то, что ему нужно, и не перепутать ничего, и ничего не убить. Мы поэтому часто бэкапим всю эту историю. Ну, на самом деле, мы делимся исходниками не совсем. Не потому что мы жадные, а потому что мы считаем, что нам необходимо поддерживать такое состояние документации в цеплении, чтобы исходники были не нужны. Это очень важно. Это вам гарантирует то, что не будет никакой в этих исходниках энтропии происходить, потому что кто-то что-то подвинул. Ну, и, конечно, мы пришли от какого-то концептуального ядра к конкретным компонентам. У нас есть своя библиотека фронт-энд компонентов. Она представляет из себя NPM-пакет, который состоит из ряк-компонентов. Для хранения стилей мы используем CSS, NGS. Ну, то есть это такое решение, которое нам помогло достаточно быстро внедрить библиотеку, потому что у него нет никаких специфических требований к стеку. Ну, то есть очень простая дистрибуция. Разработка происходит, ну, в основном, основная часть разработки происходит, конечно же, на GitLab, ну, потому что там есть какие-то элементы бизнес-логики продуктов. То, что есть в открытом доступе, доступно на GitHub, он достаточно часто обновляется. Последний раз он обновлялся, по-моему, неделю назад. Снова мы скоро выкатим новое обновление. Мы готовы, в общем-то, уже расширить большую часть нашей библиотеки в внешний мир. Ну, может быть, кому-то она будет полезна. Мы уверены, что она будет полезна кому-то. Ну, в общем, если говорить про какой-то каркас дизайн-системы, то как вот файлы организованы, как хранение я описала. А если говорить про какую-то конкретную работу именно с дизайном, именно с элементами интерфейса, то мы, как и многие, используем методологию atomic design. Ну, то есть мы рассортируем компоненты интерфейса по мере возрастания сложности. И ближе всего к концептуальному центру находятся элементы визуального языка. Ну, то есть цвет, форма, сетка, шрифтовая какая-то схема. Даже, можно сказать, шрифтовые семейства. Схема уже подальше чуть-чуть. Дальше мы, конечно, работаем с молекулами. Потом происходит этап организмов, где мы работаем с какими-то кросспортом и компонентами. Ну, и, в общем-то, уже дальше шаблоны. Страницы мы не рассматриваем, потому что для нас это скорее просто архив. Там дальше будут слайды про то же самое, что я уже, в общем-то, рассказала. Внедрять дизайн-систему мы начали сравнительно недавно. Наш отдел появился порядка года назад. И первым этапом стало внедрение на основных продуктах. Первым реальным запуском стала Rambler почта. Мы много что обкатали на этом этапе. Мы обкатали серую схему. Это было очень тяжело, как ни странно. Мы обкатали шифтовые схемы многие, которые вызывали у нас сомнения. Они, оказывается, вызывали не только у нас сомнения. Наша аудитория нам ответила очень подробным фидбэком. Мы удивились. С топ-100 мы очень плотно сейчас работаем. Мы делаем полный его редизайн. Часть приложений уже переведено на новую дизайн-систему и на работу с компонентами непосредственно из библиотеки, чему мы дико рады, потому что для нас это большая возможность протестировать все это. Ну и гороскопы запустились на 100% недавно. Но, правда, они, так как они были разработаны, точнее, их редизайн был сделан достаточно давно, в самом начале они полностью поддерживают новые элементы, но, тем не менее, уже что-то многое внедрено. По сути, это стало первым запуском. Сейчас мы на этом этапе находимся, завершаем все основные продукты и переключаем все команды на работу с библиотекой. Ну и дальше у нас в планах разработать систему подачи контента. Система масштабирования контента у нас запускается в следующем году очень большое количество медийных вертикалей. Это означает, что мы хотим на них все это протестировать, для них все это разработать. Ну и дальше, надеюсь, мы закроем все остальные продукты, которые у нас останутся. Там, в общем-то, не так много. Как мы работаем, как вообще команда продуктов взаимодействует с дизайн-системой, то базу для системы мы собрали самостоятельно, ну просто потому что мы уже имели всю необходимую для этого информацию, мы не имели все необходимые вводные от продуктов. Наш отдел занимается дизайном всех продуктов продуктовой группы, и дизайнеры, поэтому они обладают наиболее большим количеством инфы о том, что происходит с продуктом, что его ждет в будущем, какие у него планы. Поэтому базу мы разработали сами. Но если продукту необходима какая-то новая, какой-то новый компонент библиотеки, какой-то новый элемент, какой-то новая потребность необходимо закрыть, ну, как правило, они идут к нам. Но мы, как правило, в курсе, потому что мы с ними очень плотно работаем. Мы пытаемся таким образом систему доработать, обогатить как-то либо визуальный язык, либо доработать какой-то конкретный компонент, либо разработать какую-то версию компонента, который уже есть. Но запрос параллельно идет также и в разработку, потому что команды разработки наконец-то начали общаться, и они в курсе, что в команду разработки дизайн-системы и, соответственно, библиотеки запрос, потому что команда продукта уже наверняка про это и много сказала на кухне. И поэтому после того, как мы заканчиваем разработку, какой-то визуальной части, в общем, все уходит в разработку и обратно в продукт, ну, естественно, после тестирования, конечно, обратно в продукт, и продукт какой-то фидбэк дает, соответственно. Ну, то есть, в принципе, схема, как и спасибо. В общем, я думаю, на этом все. Я думаю, здесь он пригодится еще. Вот, вот мы сделали, и, собственно, сейчас начнем по вопросам. Не знаю, подойдет, успеет ли Антон Шиен или нет. В общем, у нас есть список вопросов заранее подготовленных, и у вас наверняка что-то накопилось, поэтому, как говорил, будем чередовать. Как-то попытаемся, чтобы не утекало слишком в долгие дискуссии. Сейчас, поскольку многие сейчас уже рассказали все, я думаю, что еще не отвечено. Ну, наверное, задам вопрос такой, с чего вы, как дошли до того, что оно начало появляться уже на продуктах. Нам нужно перебивать друг друга, или мы можем получить... Я думаю, как угодно, можно спорить, можно кидаться чем-то. Ребят, вы там как? Все нормально? Ладно, ладно, пока ребята тестят микрофон, я могу, в общем, ответить. У нас все началось с того, что бизнес почувствует просто, и из-за этого эта необходимость органически сложилась в потребности в инструменте для оптимизации нашей работы, потому что делать редизайн более 20 продуктов и не иметь при этом какой-то, наверное, нужно было нанять, наверное, очень много людей. Они бы хаотично рисовали макеты, это было бы просто непростительно. Мы бы себе такое не позволили. Поэтому для нас это стало... Как жило раньше? Раньше у нас продукты очень по-разному развивались, и группа компаний раньше представляла из себя совсем другое и юридически, и в среду, чем сейчас. К нам присоединились какие-то продукты, мы покупали какие-то компании, какие-то продукты, наоборот, закрылись. С какого этапа начнется? С скольких проектов начинается дизайн-система? У нас идут проекты с 21. Ну, с той продуктовой группой, которая была. Да, я просто... Просто мы слышали, вот сейчас обсуждали, когда стояли в очереди на одном из мероприятий, мы сказали про сайт, который она делала, и она сказала, что вот я начала свой проект, свой сайт какой-то компании, допустим, с разработки дизайн-системы. С используя подход атомарный дизайн. Это уже я слышал на другой конференции, как у всех атомарный дизайн, и начала разрабатывать свой сайт, там, не знаю, с кнопки, с контрола. Вы же, да, все понимаете, да, что и так радикально. Это очень важный момент. Тут была очень, вообще, жуткая шутка смешная, вот, и... Смеялся, простите, я за себя посмеялся, потому что смешно. Ну, да, это же шутка была, или мне показалось, да? Нет, то, что девочка реально задала этот вопрос, это правда реальность. Представляете, она сейчас сидит здесь и стыдно, наверное. Что? Вам, возможно, стыдно? Не знаю, мне было стыдно, когда я ответил на этот вопрос, а зачем тебе дизайн-система? Может, ты сделаешь сайт, потом как-то начнешь что-то развивать. Мне сказали, зачем ты так девочку приложил, там, прям на конференции, она задала вопрос, вот. Я начал, извините, к тому, что давайте вот этот момент зафиксируем, что дизайн-система – это та вещь, которая в своей системе. И только тогда она начинается. И когда вы будете работать, или работать сейчас на больших продуктах, на многих продуктах, или в какой-то подобной большой инфраструктуре, тогда вот она и нужна, тогда и нужна дизайн-система. А у маленького проекта, знаете, вот есть, типа, Airbnb дизайн-система, Uber дизайн-система. Вот, ну, Facebook, я не знаю, сколько у них там подводных камней, инфраструктурных внутренних проектов, очень много, наверное. Вот, но по сайту. Ну, почему он масштабируется на огромное количество носителей? На что им масштабировать? У них есть огромные номера приложений. Ну, сайты-приложения, да. Ну, по сути, если даже в таких небольших проектах, ну, ребятам же просто удобнее так ресурсы оптимизировать. Они уже заранее знают, что им делать. Я вот еще один миф попробую развенчать. Вот то, что мы сейчас все озвучивали. GitHub, чудико, неперепаханное поле, не структурированное, с несозданными удобными инструментами. И говорить о том, что это удобней, это такой порог входа, например, нового дизайнера, неважно кому, довольно высок, потому что ему нужно разобраться не только себе Photoshop установить со скетчем, да, и логотипы, цвета, а ему нужно понять, как работает база всех ваших компонентов, ему нужно, он должен разбираться в коде объективно, да, он должен понимать, что такое HTML, CSS, что такое я на каком-то уровне, чтобы эти компоненты собирать и подбирать. То есть мы усложняем работу дизайнера во многом, или нужны более квалифицированные специалисты. Это тоже очень важно. Это не то, с чего начинают, а то, чем заканчивают. Это пессимистично очень звучит. На самом деле, ты плаваешь просто по темам, поэтому я не всегда успеваю. По поводу Airbnb, на самом деле, дико крутые, в том плане, что, во-первых, у них ни один сайт и ни одно приложение, у них куча сервисов, которые там, например, для вот этих вот, для арендаторов, для арендующих, там, и то есть это, на самом деле, там целая инфраструктура, которую тоже нужно оптимизировать, и к вопросу о том, нужно ли для одного сайта, для одного приложения делать дизайн-систему. Дизайн-система – это не только для огромного количества проектов, как у нас, у каждого из нас здесь присутствующих, но это и, не знаю, возможно, это и способ мышления некий, да, когда ты, возможно, даже априори будет масштабироваться, ты его начинаешь с, ну, с правильной закладки некой. И это и способ мышления в процессе работы над проектом. То есть я бы не сказал только, когда у тебя 500 тысяч проектов, 500 тысяч людей к тебе ходят, и тебе это нужно все причесать. Да, да, но, да, это задел под масштабированием, безусловно, но и это оптимизация, в том числе бизнес, как бы, ну, как одна из целей. Но там мы, кстати, не уверены. Потому что есть трансляция. Вопрос был какой? С чего у вас началось? Да, с чего началось. Ну, у нас этот процесс был настолько огромный, что Юра успел написать по этому поводу кучу статей. Книгу. Да, 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 уже скоро должна выйти, мне кажется. Процесс был очень большой, и он не мог, ну, в одночасье, вот как глобальный редизайн или как комплекс вот таких вот редизайнов, он не мог просто состояться. Это была огромная, полномерная работа Юры, о которой, ну, вообще логично ему самому рассказывать, наверное, даже. Что важно понимать то, что внедрение вот этой дизайн-системы, оно вполне может состояться не как единоразовый процесс, да, это как эволюция некая, которая состоит и в том, что вы изменения, и ты эволюционизируешь это безостановочно, и заручаешься некой поддержкой внутри разработки, внутри угодно. И вот оно все начинает вертеться. Ну, то есть я даже не знаю, как сказать, это многие годы, в данном случае это заняло многие годы и продолжает работать. Но что интересно, сейчас у нас к тому произошло, когда народ проникся. Если в прошлом году еще мы продолжали бегать за разработчиками и говорить о том, как классно быть частью вот этого лучшей жизни, то теперь команды приходят и говорят о том, что им хотелось бы тоже использовать парадигмы, тоже быть частью системы. То есть вот был там ряд каких-то положительных опытов, которые привели к тому, что теперь уже оно все рабом. Внутри большой компании это возможно, это классно. Мне кажется, просто когда какая-то критическая масса удачного опыта накапливается, люди начинают думать, о, классно, что же мы тогда раньше-то не. Я с тобой соглашусь, потому что для нас дизайн-система стала поводом наконец-то формализовать наши ценности как компании, эти ценности до людей донести, потому что каждый представлял себе все по своей информированности. И вся разработка всех каких-то проектов интересных, она происходила в таком закрытом формате, что люди не могли просто обогащать их друг другу, обогащать их своим опытом, что происходит. И очень часто такие системные решения для компаний, они являются не просто, ну да, мы сейчас пойдем на GitHub, выложим компоненты, классно, офигеть. Они являются еще такой формализацией, компанией формализации у кого-то будущего, какой-то стратегии компании. Люди начинают понимать, что они вообще, они сюда пришли, вот зачем? Они сюда пришли, чтобы строить какое-то там светлое будущее, в которое нам всем хочется верить. Ну то есть если люди, они должны работать еще за что-то, что-то, что они разделяют как ценности. Ну славу, как бы, да, возможно славу тоже хорошее определение. Деньги и слава, классика. Да, и женщины еще, возможно, тогда нужно даже. Ну деньги и слава. Это подпункт. Ну ладно, хорошо. Просто, ну, на мой взгляд, да, действительно, даже для небольшого проекта, ну, конечно, начинать разработку маленькой для дизайн-системы и масштабирования, это кнопочки в будущем, это, конечно, здорово, но не совсем правильно, потому что это решение выдуманных проблем, которые у продукта пока еще не появились. Таких больших проектов, как R&B, надеюсь, R&B нас простят, если слышат. Это очень важная история, чтобы сохранять целостность всего этого. Ваша бронирование от Нино по результатам. У нас началось все с того, что, ну да, или мы про R&B опять поговорим? Я просто… Я не знаю вообще, с чего началось, ты уже сказал. Ну Юра попросил. У вас как бы нельзя без этого, оно же само рождается. Ну давай, давай, отстань. Надо было соскочить с интерпризной системы и масштабировать быстрый подход к разработке. Я не знаю, надо ли… Короче, нет, я знаю точно, что первые года два, и нам было до фонаря для того, чтобы, ну, будет у нас дизайн-система или не дизайн-система. У нас были очень прикладные и бизнесовые задачи, разбираясь по ходу. Вот у нас в подразделении дизайна одним из первых специалистов был разработчик фронта. В принципе, это было… У нас именно для клиента, ну, ценность главная вообще для компании – это клиент. Не макеты, не процессы и не прочая вся, ну, типа, очень специфичная, а клиент. Вот если посмотреть с перспективы клиента, то Zeppelin, там, Sketch, Photoshop или еще какая-нибудь шляпа, это очень… Вы придете, ну, не знаю, там, в отделение банка, например, вам скажут, что, ну, вот, знаете, этот кусок приложения сделал Вася, а этот Петя, и там, в одном приложении, а другой в другом. Вы скажете, что, ну, как бы, вот. Потому что вам неинтересно, кто там конкретно, как делает эти все штуки, как клиенту, да? Вот, клиент прав. Если посмотреть, ну, вот, скачить с Enterprise решение, уйти в свою собственную разработку для того, чтобы быстрее делать поставки, time to market. Это очень важно, потому что надо быстро обновляться, надо быть клиентом, уметь адаптировать продукт так, чтобы людям было удобно пользоваться. Это, как бы, вот в голове. Я дизайнером, который к нам приходит на работу, работа дизайнера продуктов, в том, чтобы создать работающий продукт, которым пользуются люди. Вот. Ну, цель – работающий продукт, которым пользуются люди. Должен быть работающий продукт, а система не GitHub и так далее, и которым люди пользуются. Вот, если вы сделали офигенно классный дизайн, но там почему-то люди им не пользуются, ну, это трэш, это значит, вы ничего клевого не сделали, хотя у вас можно... Собственно, начиналось все не с того, чтобы построить дизайн-систему, а чтобы конкретные вот эти задачи решить, чтобы клиентам делать поставки быстрее и что-то обновлять, вот так вот поступать. Началось у нас, если технике говорить, с ошибки большой, прямо радикальной ошибки. Мы начали систему а-ля с макетов и вот со всех этих продумывали, как там в Zeppelin выгружать что-то и так далее. Мы потом поняли, ну, часть, по крайней мере. Приходят новые дизайнеры, они говорят, давайте делать так, чтобы вот у нас все папочки были правильно разложены там, а вот какие проги мы будем использовать и так далее. Ну, то есть, всю историю, что все самое важное, это вот в приложении вы скачали, пользуетесь. Потерял мысль? Да, началось, ставали все эти штуки и собрали их на компонентах и потом параллельно у нас стало рождаться другое решение, которое не от кнопочек, не от самых часто используемых в компании наших продуктах. Так как у нас банковские продукты, там все будет крутиться вокруг состояния счета, карты, перевода, там какой-то простой формы и так далее. През год после того, как какие-то продукты запустили, начали работать с командами, то есть, это уже прямо вот в продакшн пошло и так далее, гораздо прикольнее идти не от там атомов и прочего, а если у вас какая-то специфика, я уверен, что, прости господи, Airbnb похожим способом действует, у них тоже есть какие-то обычно там квартиры, я не знаю, дома, их можно сдать, арендовать, что-то с ними сделать и так далее. Вот когда паттернами пользовательскими… Ну да, вот, их сначала надо продумать и потом начать уже… Вот оформление должно приходить и архитектура, и структура, кроме вот технической части, да, нашей, там, чтобы быстро деливерить, вот таких вот вещей, то есть от больших… Для нас это лучше всего сработало, по крайней мере, на… по обратной связи от клиентов и по скорости, как люди и внутри компании, и снаружи стали понимать ценности этих решений, наработок и так далее, потому что все знают, зачем это надо, это можно много где переиспользовать, и вот после… Основное начало-то, дизайн-системы, и стало складываться, когда какие-то вот эти компоненты стали уже заходить в продакшн уже более… То есть я бы какой-то тейк-ауэй сделал. Не стоит, развивая мысль Артема, не стоит начинать с кнопочек сайт, то есть как бы можно сайт, потом понимать из общих больших блоков, что можно в деталях прорабатывать, то есть от общего к частному идти, а не вот… Ну, очень классная книжка Брэда Фроста «Атомик дизайнер», но не от кнопочек начинать, а вот от большого к маленьким штукам. Я бы так сказал, вот если начинать. Так мне кажется, в принципе дизайн-система нужна, чтобы просто оптимизировать те наработки по тем под… Ну, конечно, она не может помочь сделать эти паттерны лучше, только благодаря тому, что мы кнопочки разложили в правильной последовательности. Ну, вот я вот приведу, там-то давно это используется, да, там вы все знаете, что машина разрабатывается на одних и тех же платформах, да, они чуть там меняются, в общем, кузов новый повесили, двигатель поставили. Это позволяет удешевить машину для потребителя, возможно. Это позволяет… роботам это проще собирать. Но я бы не сказал, что… Вот самое сложное, быть проектировщиком, дизайнером, называйте, как это хотите, в компании IKEA и в компании Ford, да, именно работать на низком прайсе, потому что записывается, да. Из плохих, значит, материалов необходимо создать вещь а привлекательную, б надежную в этом и так далее, и так далее, и так далее. И широко даст вечную, хорошую вещь, да еще с каким-то там в историю с ней войти, что она вот такая необычная, запомнилась по дизайну и так далее. Это самая сложная история и оптимизация процесса командной работы. Ну, то есть, должны быть… Тут надо прямо менять, то есть вам все меньше… Менять людей надо в компании. Ну, то есть, больше глубоко понимающих и чуть меньше начинающих, если вы работаете с дизайн-системой. Ну, то есть, ее надо все понимать, чтобы быть… Нужно понимать, как устроена платформа. Ну, это мое представление. Или, чтобы быть дизайнером в IKEA, нужно знать, как свойства этой фанеры, конкретно этой, понимаете, да, о чем я говорю, о материалах, о инженерах. Ну, то есть там целое… Я сначала потерялась, но потом поняла. Вот, а теперь как мы к этому пришли? Быстро, коротко. Я последний, да, я очень коротко расскажу. Ну, я в самом начале говорил, что путь дикий, длинный. И пытался, бился, старался. И все получилось снизу вверх, что удивительно. Правда, мы в конце концов достучались, и сейчас идет работа. Но хотел бы заметить такую важную вещь. В принципе, может быть, кто-то не осознает, но государство сейчас или в ближайшем будущем вообще это коробка. То есть это такая коробка с софтом, такой CD-диск, флешка такая. И государство России, вот электронное правительство, услуги, сервисы, голосование, участие в вопросах и все эти сервисы, которые представляет государство, можно спокойно… Даже такая шутка была на 1 апреля у Эстонии. У них же, ну, такое довольно развитое электронное правительство, что они сделали коробку, которую готовы странам продавать в зависимости от… Как шрифты, в зависимости от количества населения и средней зарплаты. То есть государство покупает их коробку, устанавливает себя, и у них прекрасно работает электронное правительство. Вот. Ну и опять все родилось не с кнопочек, а с проблемой. Нужно решать задачу, нужно удешевлять, нужно ускорять процессы. Поэтому рождается или родилась… Это же бесконечный процесс, дизайн-система. Тут еще очень важный момент. Мы должны понимать, что это не что-то статичное. Типа мы сделали дизайн-систему, там, типа, 6 лет по ней работаем. Это как бы такого не бывает, такого не будет. Конечно, все нужно делать в разумных пределах, но дизайн-система – это очень живой инструмент. И это инструмент, который порой требует радикальных перемен. В случае со своими примерами, я вот раньше бесконечно приводил пример сайт Великобритании, главный, он является, единый точек входа, gov.uk. Что он из себя представляет? Это одна точка входа, это сайт, который, в принципе, решает проблему любого гражданина Великобритании. Там есть и услуги, и новости, и все что угодно. Все на одном сайте. Но у них есть проблемы и парадигмы, с которой они… У них есть дизайн-система, все прекрасно, с которой они слезть не могут. Они мне не закопались, им, видно, сейчас очень многое придется ломать. Они представляют из себя вот каталог. Ну, вы видели сайт Госуслуг? Да? Или видели у Рамблер, ну, как был или есть каталог какой-нибудь? Ну, топ-100, например, ваш. Да? Ну, это, в принципе, каталог популярных сайтов. Ну, вот и gov.uk в каком-то смысле хороший, продуманный каталог. И все это прописано в их дизайн-системе. И теперь, чтобы им перестать быть каталогом, а стать перепрыгнуть на шаг и стать чем-то другим, им нужно совершать революцию, ну, такую прям радикальную, серьезную революцию во всем. И тут, в общем, дизайн-система должна, как сказать, должна, нужно закладывать в нее, помимо понимания ее апдейтов, понимание того, что она может быть глобально переосмысленна в любой момент. Это очень такая базовая вещь. Я хотел бы задать ребятам вопрос. Можно? Такой провокационный немножко. А вам не скучно всем? В том смысле, что… Не-не-не. Не то, что дизайн-системы скучны, наоборот, сложные задачи. Это интересно. Что все дизайн-системы, они настолько структурированы и так далее, что они остаются все друг на друга похожи. Вы этого не замечаете? Вот Paradigm, Gov.uk, я не знаю, Airbnb, Google Material, тет-тет-тет-тет-тет. Вот куда пальцем не ткни, когда ребята, когда люди начинают делать дизайн-систему, они становятся… Ну, как бы, одна из важнейших задач, я тебе сейчас отдам, это идентичность. Мы должны четко понимать, куда мы попали. Мы попали в экосистему Mail.ru, мы в ней находимся. Мы попали в экосистему Альфа-банка, Рамблера или государства нашего. А тут вдруг все сайты начинают быть очень-очень похожими друг на друга. И это, мне кажется, большой минус, и вот это открытый вопрос для меня. Это вообще хорошо или плохо? По мне это так плохо. У меня есть подруга, она говорит на любой вопрос, и да и нет. Здесь тоже можно по-разному ответить. Да-да-да, смотря, что… Провокационный, да, вопрос был? Окей, окей, хорошо. Значит, почему это круто, мне кажется? Потому что люди ходят по сайтам, привыкают к тому, что логотип слева, сверху всегда ведет на главную, и это нормально. И везде, если будет работать, это клево. Они будут ожидать… А для Альфы это клево? То, что люди сразу попадут на главную, я считаю, да. Вот, но… Нет, то, что у нас сольется с дизайн-системой, которые сделают потом остальные… Все, 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 все. Ну, по-моему, сперс делает там, не будем перечитать, бесконечное количество банков. Так вот, пока вы не слышите, что говорит Артем, потому что он не в микрофон говорит, я продолжу. Значит, у нас была история, мы делали публично сайт про подбор дизайнеров, и там каждую неделю рассказывали шаг за шагом, что получается. И у нас получился очень классный ресурс, который мы сделали вместе с командой чаров, там подключили разработчиков, своих, чужих, там целую эпопею из этого развернули, и прям весело, задорно, значит, выполнили свою задачу. И продолжаем выполнять. И, соответственно, мне приходят ребята и говорят, а зачем вы это делали, если можно было коробку купить? И меня это сначала поставило в тупик, ну, типа, как вот государство Эстонии продает вам коробочное решение для государства. А потом я начинаю вспоминать вот эти два месяца вот этой вот интересной работы, и понимаю, что очень круто, что мы вместе с ребятами, вместе со всеми разными подразделениями это все создавали в процессе, потому что, во-первых, мы выровняли общее понимание этого процесса, как у нас вот проходит по этапам человек и так далее и тому подобное, во-вторых, все знают, как этим инструментом пользоваться, потому что вместе создавали. И он очень дико, удобно, точечно заточен под наши специфичные нужды, как нам удобно с этим делать. Если бы мы купили коробку, то нам бы пришлось учиться ей те же самые два месяца и все равно обращаться к документации и так далее. Тут мы можем допиливать так, как нам нравится, как нам нужно. Поэтому, в принципе, очень классно то, что у Саши, у тебя, у Андрея, у нас, что команды внутри это все создают. Можно было бы сказать, смотрите, можно взять Airbnb, они же открылый код сделали. Давайте BAM просто перекрасим, у Яндекса он же открытый, прямо вот перекрасим их кнопочки в синий цвет для Рамблера, в синий красный для государства, в красный синий другого оттенка, и все. Ну, просто, а, вам или вам можно просто инвертнуть Яндекс, потому что синий с желтым, и все, реально все сделано. Ну, не в этом прикол, а в том, что команды создают, они понимают, как у них будет работать и так далее. А еще я просто вот заметил, я ответил, да, на революционный вопрос. Здесь, что я заметил, пока мы рассказывали в самом начале, очень прикольно посмотреть на этапы развития дизайн-систем. Как бы первый, второй, третий, четвертый. Вы сами там расставьте, как вы считаете, у кого какой. Вот, но прям видно, как проходят компании через одни и те же этапы. Можно озвучить, как вы. Ну, первый, второй, третий, четвертый, я озвучил. Соответственно, все честно. Вот, собственно, и это тоже интересно. И как раз о чем я говорил, о том, что полезно, когда компания сама создает, а не берет. Вот, как раз эти шаги развития, как там ребеночек, вот он начинает ползать, потом ходить, потом разговаривать и ходить, и потом вырастает. Другого ребеночка. Да, и потом другого ребеночка делать. Да, вот это круто. Вот это в этом ценность. Вот они так же развиваются. На самом деле, ну, во-первых, я считаю… На самом деле. Во-первых, мне кажется, что если сайты похожи друг с другом, то вообще дизайн-система тут абсолютно ни при чем. Это какие-то две разные вещи. Во-вторых, если, допустим, у Саши и я, и там Антон Шейн из Яндекса, поскольку компании похожи в каком-то смысле, решаем одни и те же бизнес-задачи, поэтому у нас дизайн-система строится примерно по похожим по какому-то схеме, паттернам, да, то это нормально, это естественно, потому что вот если в Альфе, вот как уже было сказано, да, у них дизайн-система отталкивалась во многом от бизнес-задач, то есть им нужны… Ну, да, того, что мы хотим дать клиенту, да, и в зависимости от этого мы генерим какие-то решения. У нас то же самое. И это не значит, что мы пойдем одним и тем же путем. То есть мы не будем это атомными или молекулами называть, окей, да, но нам точно так же нужно структурировать все то, что у нас есть, нам точно так же нужно решить эти задачи, и мы, возможно, решим их как-то иначе, и поделимся этим опытом, и все вместе от этого ускоримся, и это круто. А то, что у нас будет строка поиска, например, в одном и том же месте, пользователь от этого только выиграет, и он скажет спасибо, потому что ему не надо искать, потому что он из почты Рамблера или из почты Яндекса перейдет в другую почту, и у него эта строка поиска будет на том же самом месте. И он не скажет, что ему скучно, вообще не скажет. Это в дизайнерской голове какая-то фигня, что все сайты одинаковые и так далее. Все пользователи будут только счастливы, если сайты будут плюс-минус одинаковыми. И в крайнем случае мы покрасим в красненький или в какой-нибудь другой цвет. Ребята, на мой взгляд, нам просто нужно определиться, что мы поднимаем по дизайну системы, потому что у меня такое ощущение, что… Сам раздражайся. Потому что у меня такое ощущение, что у нас, по крайней мере, как Артем выразил себе такое ощущение, что у нас по-разному это все в сознании происходит. Дизайн-система — это же инструмент просто. Ну то есть это не сама цель. Странно ставить ее целью, ее создание, необходимость быть какой-то совершенно другой, не как у всех, чтобы быть уникальной. А это разве не цель? Она может быть уникальной во благо продуктов. Вы не хотите, чтобы Brambler был уникальным? Серьезно? Только если это нам будет помогать, а не будет нам мешать. Потому что… Нет, я понимаю, что это будет вам помогать. Уникальность будет вам помогать. Ну уникальность может быть проявлена через огромное количество визуальных приемов и паттернов каких-то, да. Но если мы… Ну, например, это можно сравнить как… Почему вот все машины на четырех колесах какая-то скучная вообще штука? Зачем она такая? Это же удобно. Этим удобно пользоваться на данный момент. Если вопрос о том, что, а где же эти самые инновации, то инновации, они не всегда происходят революционно. Инновации очень часто эволюционно происходят. И если есть какой-то паттерн, который всем удобен, и все используют его, то в любом случае, так или иначе, разные команды решают, ну и ту же задачу будут делать это по-другому, и тем самым обогащая опыт друг друга. Это очень полезная история, на мой взгляд. Поэтому мне не скучно. Я с удовольствием читаю статьи, которые пишут ребята из Mail.ru, с удовольствием читаю статьи, которые пишут Яндекс. Нет, я к тому, я вообще на самом деле банальный. Вот берем парадигмы, идем на дизайн-систему Соединенных Штатов Америки. Я ее не видела. Она есть? Она есть, да. Вот один в один. И вот сайты, которые будут на парадигме, будут точно такие же, как у Соединенных Штатов Америки. Они будут на ВВВ, находиться в браузере. Это в каком-то степени они будут похожи. Средой это веб. И там у нас что? И заполнение формы, и поля ввода, кнопки и так далее. И они будут круглые, квадратные, овальные. Все равно это будут кнопки, которые нажимаешь, что-то происходит. У нас есть текстовые страницы с информацией. Все равно мы работаем с миром над одним и тем же контентом. Где есть какая-то новая среда, это вот Microsoft-ская Fluent-зайн-система, которые попытались соединить веб. А я к этому пытаюсь привести. Подожди, я с этого начал, чтобы к этому привести. Инструкционный был. Конечно, конечно. Потому что мы сейчас говорим о том, что экосистеме нужно выделяться. Вы должны отличать iOS от Microsoft-ского будущего Fluent, или бывшего, как он назывался? Ира, подскажи, который плиточный. Метро-дизайн. Метро, да, правильно. Это все должно отличаться. И вот здесь настоящие инновации, настоящий опыт. И вот этот разговор в пользу бедных, мы ребята все одинаковые, мы только для людей делаем. Это все сказки, которые мы можем на аудитории рассказывать. Это только я могу их рассказывать, потому что я для людей делаю, потому что для государства. Мы за деньги просто работаем. Конечно, а вам деньги на этом зарабатывать надо. Мне не надо. А у вас клиент, который приносит деньги, и он должен вас идентифицировать. Именно поэтому четкий брендинг. У Билайна такой, у Альфы такой, у Мегафон, они все разные. Они разные в интерфейсах, они разные во всем. И четкой должна быть идентификация экосистемы. Я просто говорю о той проблеме, что мы немножко сейчас в одну струю скатываемся, довольно ровно. А задача дизайна… Одна из важнейших задач дизайна системы – выделять, идентифицировать себя, когда ты на нее попадаешь, и когда ты с ней сталкиваешься. Да, это хорошо. Но это же должно исходить из потребностей продукта. Ну да, действительно, мы работаем в компаниях, которые так или иначе деньги зарабатывают. Удивительно. Есть Microsoft, есть Google, есть Apple. У них есть специфические продукты. У них есть не те же задачи в их операционных системах. Да, да. Они выглядят абсолютно радикально по-разному. У них есть свои специфические продукты. Нет, мы говорим про операционную систему. Операционную систему. Они выглядят радикально по-разному. Вот человек и телефон. Тем не менее, они используют одинаковые паттерны, навигационные во многом. Тем не менее, у них есть… Очень сомнительно. Тем не менее, у них есть общие… Вообще разные. Общие принципы какие-то. Никаких принципов. Никаких общих принципов вообще. В Microsoft меньше гораздо градации. Там есть 2-3 платформы. А в Web у нас их там миллионы. И поэтому, если мы возьмем какой-нибудь условный Airbnb и Booking.com, они будут, ну, как Windows и Mac примерно. То есть, я надеюсь, Windows – это Airbnb. Ну, ладно, я хотел это коротко привести как раз к Microsoft с его флюентом, да, а получилось очень длинно. Поэтому давайте Юре слово передадим, чтобы он там вопрос задал. Или из зала кто-то спросил. Ну, да, я думаю, чтобы у нас зал не уснул. Не потому что скучно, а потому что… Так, вот первый. Дальше я запомнил. Спасибо. Артем, привет. Скажи, а где можно увидеть внедрение дизайн-госсистем? Где-то на практике уже есть. И сразу второй вопрос. Кому принадлежат права на эту госсистему, на эту дизайн-систему? Ну, это же продукт творческий, значит, соответственно, авторские, эксклюзивные права есть. Раз, 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 раз. Где это увидеть можно? Сейчас есть проект, еще внизу пустился дизайн Gov.ru. Есть проект gov.design, на этом доме находится. Там можно увидеть совсем немного. Там можно увидеть блок, в котором есть некоторые компоненты и так далее. На самом деле этого всего больше и лежит все на GitHub. Но в реальной жизни их можно увидеть на нескольких сайтах министерств. Я пытался перечислить Министерство труда, Министерство здравоохранения. И на самом деле сейчас запускается очень много федеральных ведомств, которые у себя внедрили. Но внедрили, опять же, не целиком. Там существуют определенные проблемы, поскольку задача появилась для них, для них задача появилась сравнительно недавно. Они, вот как им позволяет, все-таки у них есть определенные сроки, насколько они им позволяют, они пытаются какими-то местами интегрироваться. Кто-то вставляет некоторые отдельные компоненты, кто-то вставляет там общий, как есть там у Mail, у Яндекса, общий бар сверху. Кто-то успевает, у них есть специалисты, и они успевают сделать адаптивный уже дизайн полноценный на этих компонентах. Кто-то просто поменял главную страницу, сделанную в этих стайл-гайдах, и написал, что это типа бета, переключились на старый дизайн, там выключили, забыли. В общем, у всех по-разному, но я могу прислать. Сейчас я не помню четко вот эти набор министерств, которыми мы занимаемся. Ну, вот там, да. А, про права, правильно. Насчет прав. Мы вообще права все отрицаем, поэтому у нас GitHub, и мы четко, когда компоненты расшариваем, мы четко отдаем лицензии, которая самая-самая свободная лицензия, которая может быть. Мы под этим отдаем компоненты. Более того, с ребятами, которыми мы работаем, и за из, да и с теми ребятами, которые к нам подключились в разных направлениях, у нас, кстати, уже нужно долго перечислять, но нам ребята в разных направлениях очень серьезно помогли, именно пришедшие со стороны. Причем иногда с понятной стороны, а иногда вообще непонятно, как они нас нашли и не нашли этот компонент. Поскольку компоненты распространяются по самой свободной лицензии, которая позволяет GitHub, то и все комметы к этому компоненту мы принимаем только с этой лицензии. И права, по сути, ну это полный такой чистейший open source, права на который принадлежат всем и никому. Единственный момент, который нас отличает, это то, что есть некоторые вещи, которые важны для идентификации к системе. Вот такие, как шрифт, например. То есть если мы шрифт раздадим всем, то если шрифтом будут пользоваться и не государственные ресурсы, то они могут слиться в одно. Вот есть шрифт, есть определенные вещи по сетке, герб, безусловно. Вот эти три небольшие вещи, которые, права за которыми должны остаться государством. Знаете, как вот печать, когда ставится на документах, да, с гербом, которую нельзя поставить, нельзя в своем логотипе. Сейчас все знают, там, использовать герб Российской Федерации, флаг тоже, ну и так далее, так далее. Ну вот это все очень важно для идентификации. Можно ли защитить сетку правами? Нет, ну конечно можно. Конечно можно. И мною выигран один не начавшийся судебный процесс не потому, что кто-то взял сетку государства, это просто пример того, как используют нашу наработку в своем проекте один в один, и это, ну, как бы не получается. Можно, конечно. Так вы уже сказали, что вы открыты полностью к коллаборации. Нет, нет. Смотрите, у нас, мы открыты полностью, все верно. Есть просто несколько, ряд компонентов, которые принадлежат государству. Это я перечислил герб Российской Федерации, которые мы, если кто-то его обновляет, но хочет нам помочь, мы должны его включить, ну, как бы он уже автором становится. Есть шрифт, который мы хотим… Вот у Rambler же есть свой шрифт? Да. Вот. Вы его раздаете всем подряд? Возможно, скоро начнем. Я очень сомневаюсь, потому что это был бы очень глупый шаг. Потому что появились куча сайтов. Нет, мы всегда рады новым кириллическим шрифтам все, бесплатным. Но для вас, как Rambler, это был бы гигантский минус, и очень странно было. Я понимаю, если бы компания была радикально глобальной, как Google… У нас база шрифтовая – это свободные шрифты, доступные для всех. Но это как бы не плюс вам. То есть если вы говорите, что это на свободных шрифтах… Я даже не знаю, как ответить. Это же вопрос поддержки. То есть это вопрос… Вопрос поддержки чего? Поддержки качества читабельности этого шрифта, поддержки того, насколько он распространен на большинстве компьютеров. Поддержки кем? Ну вы серьезно? Нет, давайте я сейчас… Давайте я развлечаю все мифы. Поддержки кем? Правильно. Вот у всех есть GitHub. У вас есть GitHub? Да, у нас есть. У вас есть GitHub? Есть, ребята. У нас тоже есть GitHub. Так вот, сколько людей за всю историю вам написал хоть к одному компоненту на GitHub? А почему нет в GitHub? Нет, ну как вы шрифт будете редактировать? Это открыто. Он там у вас лежит на GitHub, например. Или где он у нас лежит свободный? Ну как его изменить и вам прислать? У нас на… Коммитный шрифт мы пока не принимаем, извините. Ну а так зачем вы говорите о том, что нужно открыто заниматься его улучшением? Я об этом не говорила. Ну ладно. Нет, ну улучшать… Я просто послушаю дальше. Улучшать его, удобно читаемость. Я, может, не так понял что-то? Нет, нет, да. Это вот вы не так поняли, к сожалению. А что вы имели? Я говорила о том, что мы, возможно, откроем свой шрифт, потому что мы готовы делиться нашими наработками вовне, которые имеют… Ну, которые просто для нас из одной стороны… Зачем это? Возможно. Мы пока еще… А зачем? Какой смысл? Ну, это классно. Для Rambler минус это только. Почему? Ну, по-моему, это очевидно. У нас шрифтная база открыта изначально, то есть мы используем Робото, это с Google фонса, этот шрифт ценится. Мы используем гельветику, мы используем шрифт, безопасные веб-шрифты. У нас есть один только шрифт, который для нас является стелеобразующим. Мы его не полностью нарисовали. Да, действительно, мы его купили у компании Oni, которая сделала нам версию для него. Ну, мы сейчас думаем о том, какие компоненты мы можем открыть вовне, а какие нет. Смотрите, вот можно открыть… Короче, кайф гитха в том, чтобы вам люди бесплатно комитили. Кто будет в здравом уме и трезвой памяти просто так работать на Rambler бесплатно или там на Альфа-банк и так далее? Может быть, кто-то из энтузиастов захочет. Но, подожди секундочку, вот у меня проблема в том, что я тоже думал, там, открывать, не открывать, что открывать, что не открывать. У нас, кроме маленького ядра дизайнеров и ключевых продуктов, есть очень много подрядчиков, например, которым надо упростить вход в наши продукты, чтобы они прямо сказали, вот мы вот так вот будем фигачить. Так я же в этом контексте об этом говорила. Я же не говорю, что кто-то будет улучшать наш рейд. Просто открыть и дать возможность скачивать людям. Но если они захотят что-то доделать, то это будет прекрасно. Пока нет. А кто-то еще хотел вопрос задать? Всем привет. Меня зовут Захар. Окей. Что-то он как-то странно работает. Меня зовут Захар День. Школа дизайнов и школа экономики. Он не работает. Работает. Говори в него. Вот несколько… У меня на самом деле не вопрос, а скорее такой большой комментарий. Потому что очень такая дискуссия, прыгающая с темы на тему. И прозвучали несколько вещей, которые можно объединить и как-то это все сформулировать. Сказали, там есть штуки, которые подрастают. Вот ребеночек, он растет, у него формируется тело. Что такое? Вот наш интернет, ему сейчас 30 лет будет. И вот он такой ребеночек, который пытается прийти к какой-то самоидентификации. Все-все-все, кто завязаны в этой среде, они работают над тем, чтобы доидентифицировать интернет, доопределиться, как мы в нем работаем, что мы делаем, как называются наши вещи. И вот проблема не только этой дискуссии, а в целом дискуссии по поводу современных ключевых слов в дизайне. Это то, что мы почему-то не работаем над увеличением слов, мы работаем над сужением нашего вокабуляра. Ну не работаем, да, так просто получается. Например, вот сейчас все форсируют тему дизайн-система. Не все. Я договорю, ладно? Все это очень много. Да, все это очень много, но это можно посмотреть по топу рынка. Если мы зайдем, у каждого появился сайт точка дизайн, и все об этом говорят, ну вот, топ рынка. Ну и я продолжу, пожалуй. Есть дизайн-система, каждый понимает для себя по-разному, что это такое. Но почему-то туда засовывается фирменный стиль, туда засовываются фреймворки, UI-библиотеки, еще куча-куча-куча всего. Те слова, которые мы используем. Есть, допустим, слово дизайн, паттерны в программировании. Можно сказать, это дизайн-система. Эти вещи существуют 40 лет или больше. Можно сказать, что дизайн-система – это канбан, который на заводе Toyota сделали. Можно сказать, что дизайн-система – это то, как инженеры строят атомные станции и вообще системную инженерию засунуть в дизайн-систему. Да, можно. Никто не запрещает. Нас свободная страна. Это верно, да. Но я просто с позиции участника сообщества хочу подбросить немножко на вентилятор, чтобы… Тут и так много уже. …что, возможно, стоит начать придумывать новую терминологию. Потому что если она сужается, то это хуже для сообщества. Мы начинаем не понимать, чем мы называем одно, чем мы называем другое. И это как называть все словом «любовь». И каждый из своего опыта начинает что-то делать. Мы должны думать как инженеры. Мы должны развивать словарь, чтобы термины означали точно то, что они как бы говорят. Я очень люблю все абсолютные фразы. Да. На первом курсе у меня буквально в первом месяце завкафедра сказал «Совет на всю жизнь не ввязывайся в терминологические споры, потому что сэкономивши ему времени». С тех пор я сэкономил себе просто годы жизни. Не к тому, что вопрос плохой, но к тому, что… Это не вопрос, это комментарий тут не было. Да, я бы хотел еще дополнить этот комментарий. Одну фразу можно сказать? Понимаешь, когда ты хочешь определиться, что такое с термином «дизайн системы» или сузить его, разорвать его на части, есть термин, ты уже один термин включил, вообще два термина включил в один. Дизайн, это уже можно о нем спорить бесконечно, что это такое, что он себя включает. И система, что такое система, они бывают очень разные. И включаешь их в один термин, то есть тут вообще получается швах полный. И что интересно, каждый, кто… Хорошо, я не буду использовать те самые слова. Ряд людей… Я же не запрещаю. Я скажу, я люблю, когда люди абсолютные значения говорят «все», например, или «известно всем». Я постараюсь их сейчас исключить из разговора. Так вот, например, Брэд Фрост, он говорит… На самом деле вот еще классное слово. Я вот такое не использую, к счастью. Брэд Фрост говорит, что не нужно дизайн-систему, Atomic Design реализовывать в код. Кто-то наоборот говорит, нужно вот в коде делать дизайн-систему. Там сообщество веба пытается засунуть CSS в JS. Есть сейчас очень-очень-очень много нововведений и переосмыслений различных вообще подходов. Например, можно посмотреть на то, как индустрия изменилась с 2014 года. Любая вакансия фронтенд – это React, это Redux, это новые паттерны проектирования, новые стандарты, которые сейчас доступны в WebAssembly, что можно компилировать вещи, доставлять в браузер, и, соответственно, мы можем отказаться от JavaScript. Мы сейчас переживаем очень интересный момент, когда все меняется. И кто-то, разные, кто работает в среде, они пытаются найти подход. Этот подход, он у всех разный, и это нормально. То есть кто-то сказал, что не нравится, вот у вас цеплен, или у вас то, или у вас это. Какая разница? Сейчас нет единого, никого стандарта. Кто-то сказал, что не нравится. Ну кто-то сказал, я не помню, кто из вас. Это мнение, да, я и говорю. Я просто к тому, что… Я сейчас говорю про свое мнение и призываю всех к тому, что, может быть, нам стоит работать, наоборот, над расширением сначала, да, ну, возможности наших и наборов, стеков, делиться с сообществом, ну, то, что сейчас происходит, то, как, что делает, и потом просто прийти к тому, что сделать из этого некий стандарт, для того, чтобы всем было удобно. Вот и все. А потом сделать новых много стандартов, потому что все меняется… В технологиях так и есть, да. Захар, я уверена, что… Хорошо. Отличные комментарии. Спасибо. Вопросы у кого есть? У меня вопрос. Иван немножко рассказал о своей ошибке. Я бы хотел услышать о одной главной ошибке, которую вы совершили, когда делали свою дизайн-систему. Всех ты спросил? Ну, у меня же. По очереди. А я сейчас маленький анонс. Вот в Нижнем Новгороде будет дизайн-викенд очень скоро, и я там буду рассказывать как раз про все косяки, которые мы собрали с начала года. Вот. И я буду только об ошибках рассказать. Мы тоже, кстати. Вот. Приезжайте. Очень клевое будет мероприятие. У вас долго ехать. Совсем. Что, два часа это? Ну, два часа это надо собрать. Ну, я не знаю, главную ли я скажу ошибку или нет, но с моей точки зрения, одной из ошибок было, что в какой-то момент рано пошли заниматься вот этим евангелизированием, или как мы это сказали, на тот момент, когда еще в системе, в самой, в идеологии были белые пятна. И получилось так, что разработчики, они люди такие пытливые достаточно, и они начали тыкать пальцем и говорить, что у вас здесь недодуманно, у вас здесь недодуманно, у вас здесь сломается. Не хотим мы это использовать. И в тот момент, когда мы закопались, все хорошо доработали, и начали, ну, вторые там и третьи попытки, у них уже было некое предубеждение, их пришлось сломать, ну, как ломать его, да, и сам процесс внедрения системы усложнился. И в этой связи, как мне кажется, хорошо, если вы для начала, перед тем, как идти это продавать наружу, вы сначала внутри, вот именно идеологические вопросы, лучшей степени проработаете. И теперь, когда мы над этим работаем, мы стараемся сделать так, то, чтобы вот у нас, как сказать, те решения, которые мы принимаем, мы на них могли, ну, если не кровью расписаться, то ответить на вопрос, почему так, мы всегда могли. То есть если нас просят, а почему вы приняли это? Ну, в смысле, почему там, типа, отступ должен быть всегда кратен четырем? Или, ну, вот у нас есть какие-то такие системообразующие вещи, по которым возникают вопросы, то на них у нас всегда будет ответ. И это очень важно, потому что если вы утратите вот это вот, не знаю, уважение, расположение разработки, который вы это дело продаете, то потом будет очень сложно. Маленький комментарий воткну. Еще можно вовлекать разработчиков и делать их сообщниками. Собственно, ну, не стараться сначала все объяснить, а потом прийти к ним и сказать, что вот так вот будет. Я не говорю, что вы не правы, я просто дополняю. Вот та история про то, как мы создавали не коробочный продукт, а свой, а наоборот то же самое. То есть, что мы вместе с другими подразделениями не макеты рисовали, а, ну, там, в основном процессы отлаживали и так далее. Ни у кого нет вопросов, почему кнопка там и зачем она нужна. Людами. У нас была ошибка в самом начале, которая была, которая, наверное, характерна для большинства дизайнеров, так как мы все так в той или иной степени перфекционисты, а перфекционизм излишний иногда достаточно сильно калечит. И мы в свое время погрузились в этап такого решения выдуманных задач. То есть мы хотели все заранее спроектировать, все, что только можно спроектировать на свете, не имея под этим реальных потребностей продуктов. То есть мы пытались предугадать будущее, сыграть вангу. И это, в общем-то, отняло у нас не так много, как могло, но, тем не менее, отняло наши ресурсы. И такой совет, который я могу дать людям, которые только к этому собираются подступаться, попытайтесь решать проблему по мере их появления. Потому что мы попытались придумать себе максимальное количество проблем. Это было дико интересно, конечно, потрясающе весело, но, тем не менее, вот, увы, это не привело никакому конструктиву. Ну и, конечно, у нас были похожие проблемы на ребят, которые писали «Проблема доверия с разработкой». Да, действительно, если под какими-то решениями, которые вы принимаете, нет достаточного количества объяснений, то вообще люди, нормально, что люди спрашивают, а почему. Это вообще совершенно адекватная реакция на то, что вы им предлагаете, особенно если в компании этого никогда не происходило до этого. мы поняли, что столкнулись с таким, скажем так, напором «почему?» и открыли полностью весь начальный этап UI-кита полностью к комментированию, то есть там появилось огромное количество обратной связи, и на все вопросы постепенно отвечали и для себя, и для разработки. И таким образом люди почувствовали себя соучастниками происходящего, и лояльность их к происходящему, в общем-то, сильно повысилась. Действительно, да, был период, когда нас спрашивают, слушайте, ну вот, а что это вот такое, ну, очень быстро люди начали нам сопереживать, потому что, в общем-то, у них там то же самое с кодом происходило, и вообще у всех такие истории, в принципе, могут происходить. Поэтому вот одна из основных ошибок этого попытка сделать все сразу и недостаточное распространение инфы и такое категорическое «нет, мы вот тут дизайнеры, а вы тут разработчики, сидите там отдельно, не комментируйте наше великое творение». Лучше увлекать людей в процесс и делать их соучастниками. Добавлю к ребятам, в нашем случае, ну, я думаю, что мы тут в зале, наверное, немножко договорились про то, что дизайн-система – это все-таки такая нефиксированная вещь в какой-то степени динамичная. Также, наверное, мы договорились, что для совсем маленьких продуктов дизайн-система, возможно, не нужна. Я же, я уже боюсь терминологии, да, сейчас вдруг… Может быть, нужна микродизайн-система для них. Да. Но, принимая в расчет вот эти две вещи, мы понимаем, что если проект довольно большой, то и дальность дистанции, на которую ты думаешь, она довольно длинная. То есть ты вот этой дизайн-системой запрыгиваешь не как с дизайном сайта раньше, в былые времена, на год, или вообще с промо-сайтом на один месяц, чтобы это было актуально, а ты запрыгиваешь в более далекую перспективу. И мы столкнулись с таким моментом, что мы не хотим сейчас делать дизайн-систему архаичной. Мы хотим уже сейчас делать какие-то вещи, которые мы предсказываем, что будут удобны, востребованы в ближайшем будущем. То есть мы, разрабатывая ее, ориентируемся на дистанцию, ну, я не знаю, сколько лет вперед закинуть, ну, типа 2, 5, 3, 4, то есть вот на вот эту дистанцию мы закидываем наши компоненты для того, чтобы пока мы ее допилили дизайн-систему, она не стала абсолютно как бы не устаревшей, неактуальной, и ее тут же надо было как-то сильно модифицировать. Ну, я вот, вот такой момент. Такая у нас, вот в какой-то, на каком-то этапе у нас появилась такая установка. Я бы еще добавил, кстати, от нас момент, что это скорее не проблема, а такой парадокс, потому что мы начали в 12-м году заниматься, и тогда вот сейчас там полно книг, статей, технологий, тогда этого было маловато, и мы шли этот путь сначала, поэтому мы не скажем, что были неэффективные технологии, но в тот момент особо ничего не было, поэтому, когда появился там React и все такое, оказалось, что то, на чем мы делали, оно уже как бы не такое удобное, и по факту это нас сильно тормозило. И вот сейчас все к тому, что по факту это скорее переводится на React, и у нас вот первое поколение, которое было, оно как бы вроде как работало, унифицировано, оно не позволяло далеко развиваться, поэтому оно вот сейчас постепенно будет отмирать. Здравствуйте. Сергей Соборов, окронец. У меня вопрос, в первую очередь, к Ивану, ну и ко всем. Вы, Иван, говорили, что у вас на React… Погромче чуть-чуть, пожалуйста. Хорошо. Вы говорили, что у вас на React пишут, и что сейчас это вызывает проблемы. кто-то сделал погромче, не знаю, кто это. Вот. И сейчас это вызывает проблемы, потому что, я так понял, не только на React хотелось бы писать, и компоненты использовать на других фреймворках. И вы говорите, что у вас есть какое-то решение. Вот интересно было бы про это решение подробнее послушать, и насколько оно жизнеспособно. Потому что React все-таки это вьюф. библиотека, как бы оно заточено на то, чтобы ее компоненты писать. И проблема в том, что перекидывание с одного фреймворка на другой компонент, это все-таки непростая задача. Но я, во-первых, сказал, я надеюсь, я себя повторю, что мы планируем создать DSL, Domain Specific Language, чтобы из него портировать в разные библиотеки. Грубо говоря, у тебя есть мастер-образец какой-то, ты в него что-то распространяешь. И я не говорю, что мы это сделали. Вот, это, во-первых, это в плане, потому что столкнулись с этой задачей. Сейчас ребята в основном, я не знаю, поправьте меня, говорят про веб. Кивните, если, да, про веб. А я сказал, что нам нужно масштабировать на iOS и на Android. И разные компоненты, они будут чуть по-разному работать и так далее. Там языки разные и все такое прочее. Но вот какой-то view, каких-то стандартных вещей будет очень похожим. Мы пока что отказываемся от того, чтобы из нативных компонентов собирать приложение, типа в Android, как у Android, в iOS, как у iOS, а в вебе, как браузер отрендерить. Нет, мы все решили для упрощения своей жизни привести к одному виду. вот и вот этот вот какой-то кор, такое ядро хочется в базе обновлять на все системы. Почему? Я не говорил, что React это проблема. Я говорил о том, что хочется для маленьких задач использовать упрощенные варианты, вот упрощенное что-то. То есть, грубо говоря, чтобы можно было собрать страницу, которая не будет подтягивать миллион строчек кода, когда тебе надо только один расхлоп сделать. Потому что это вопрос производительности, вопрос скорости того, как ты отдаешь контент и так далее и тому подобное. То есть, я за то, чтобы не грузить лишний трафик людям, когда он не нужен. Вот. Там вопрос того, как распределить значит ассеты так, чтобы они один раз загрузились при переходе между приложениями, там они из кэша подтягивались и прочее, прочее. Вот. Вот есть мечта какие-то общие, общий знаменатель, грубо говоря, вынести и сделать так, чтобы его можно было обновлять вот в базе и на разные площадки. Есть, например, какая-то штука, когда мы работаем с подрядчиком, да, у них уже готовая система и она собрана, например, там, ну, PHP используется. Вот нет ничего плохого, наверное, в том, чтобы просто перелицевать фронт и не переписывать всю систему, потому что там надо переписывать. А мы можем переиспользовав вот то, что у них уже есть, отдать это быстро клиенту и клиент начинает с этим работать и мы смотрим без каких-то вложений на то, чтобы переделать фронт там на React и так далее, все это подсоединить через запишки и прочее. Сразу же получаем обратную связь. А для клиента это более-менее похоже на нашу компанию. Вот. Хотелось бы вот к этому прийти и поэтому я сказал, что мы будем создавать команду, которая, ну, сейчас обсуждаем, будет она или нет, насколько это прямо вот сейчас вот в моменте актуально, чтобы этого достичь. Я буду делиться опытом, если у нас это будет получаться обязательно. Если это кому-то нужно, то да. не факт, что это вообще кому-то может быть полезно, потому что я не думаю, что, ну, компаниям, которые много внешних подрядчиков привлекают, это наверняка будет интересно именно с тех же позиций. Типа, если там ребят, не знаю, еще на чем-то другом, на тильде будут собирать. Да, и нам надо сделать кусок для тильды, чтобы там ландосы подрядчики могли очень быстро генерить в нашем стиле. Вот, чтобы мы могли базовый какой-то базовый дизайн отдать, и когда мы обновляем в базе, чтобы он уходил и в реакт, и в тильду, и в яваскрипт, типа а-ля bootstrap какой-то такой простой фреймворк и так далее. Вот, я не говорил, что это есть. Можно я тогда добавлю? Вот у нас, собственно, вот к тому, что я до этого говорил про парадокс смешной, то, что из-за того, что оно началось, по факту у нас была мечта, что появится вот у нас единый некий фреймворк технологический, и тогда все продукты объединятся, и мы, собственно, просто обновим живые гайды, которые уже были, но там не доделаны, и часть настанет. Поэтому мы ждали этого момента. И там, мы достаточно давно про это пишем, но кто-то следил, наверное, что-то как-то медленно. Вот, мы вот, одна из ошибок была, мы ждали. И по факту мы осознали, что единого фреймворка скорее всего не будет. Вот. Разработчики дерутся похлещить дизайнеров на встречах, когда нужно что-то общее использовать, и там начинается там у тебя неправильный, ну, про там отступы я не говорю, про там разные технологии, сборщики, и так далее, там все три разработчика, вот, можно вызывать полицию, потому что будет кровь. Вот. Пришли к тому, что надо под эту реальность как подстраиваться, что будет много разных фреймворк технологических, и вот поскольку, там, изначально видел, что единственным правильным решением этой проблемы вот дизайн-системы для многих продуктов это вот все-таки фреймворк, мы там долго избегали подхода с единым CSS, потому что CSS, он дает тебе только представление, он не дает взаимодействие и так далее, и так далее, это был такой, типа, зашквар. Вот. Но по факту, поскольку, в общем, никуда движуха не идет с единым фреймворком, то мы… Чтобы переделать фронт, там, на React и так далее, все это подсоединить через опишки и прочее, сразу же получаем обратную связь. А для клиента прийти, и поэтому я сказал, что мы будем создавать команду, которая… Ну, сейчас обсуждаем, будет она или нет, насколько это прямо сейчас вот в моменте актуально, чтобы этого достичь. Я буду делиться опытом, если у нас это будет получаться, обязательно. Если это кому-то нужно, то да. А, ну, не факт, что это вообще кому-то может быть полезно, потому что, я не думаю, что, ну, вот к компаниям, которые много внешних подрядчиков привлекают, это наверняка будет интересно именно с тех же позиций. Типа, если там ребят, не знаю, еще на чем-то другом, на тильде будут собирать, да, и нам надо сделать кусок для тильды, чтобы там ландосы подрядчики могли очень быстро генерить в нашем стиле. Вот, чтобы мы могли базовый дизайн отдать, и когда мы обновляем в базе, чтобы он уходил и в реакт, и в тильду, и в ява скрипт, ну, типа а-ля, bootstrap какой-то такой простой фреймворк, и так далее. Вот, я не говорил, что это есть. Можно я тогда добавлю? Вот у нас, собственно, вот к тому, что я до этого говорил про парадокс, смешной, то, что из-за того, что оно началось, по факту у нас была мечта, что появится вот у нас единый некий фреймворк технологический, и тогда все продукты объединятся, и мы, собственно, просто обновим живые гайды, которые уже были, но там не доделаны, и часть настанет. Поэтому мы ждали этого момента. И там, мы достаточно давно про это пишем, но кто-то следил, наверное, что-то как-то медленно. Вот. Одна из ошибок была, мы ждали. И по факту мы осознали, что единого фреймворка, скорее всего, не будет. Вот. Разработчики дерутся похлещить дизайнеров на встречах, когда нужно что-то общее использовать, и там начинается, там у тебя неправильно, там, ну, про там, отступа я не говорю, про там разные технологии, сборщики и так далее, и так далее. Там все три разработчика, вот, можно вызывать полицию, потому что будет кровь. Вот. Пришли к тому, что надо под эту реальность как подстраиваться, что будет много разных фреймворков технологических, и вот поскольку там, ну, изначально виделось, что единственным правильным решением этой проблемы вот дизайн-системы для многих продуктов это вот все-таки фреймворк, мы там долго избегали подхода с единым CSS, потому что CSS, он дает тебе только представление, он не дает взаимодействие и так далее, и так далее. Это был такой, типа, зашквар. Вот. Но по факту, поскольку, в общем, никуда движуха не идет с единым фреймворком, то мы решили, ладно, мы попробуем это, и сейчас как раз делаются три репозитория. Первый — это про переменные. То есть там по факту есть некий JSON условно файл, в котором написаны все перемены, цвета, отступы, шрифты и так далее. Дальше он генерится, там есть несколько тем оформления, там почта, новости и так далее, и так далее. Оно генерится во все файлы при процессорах. И получается, что дальше проект включает этот нужный там стилус, там SASS, лес и так далее к себе. Используют наши общие переменные. Второй репозиторий — это иконки. Там, собственно, есть набор SVG-шек, которые дальше, опять же, есть темы, там почта, майком и так далее, генерится в SVG-спрайт, в шрифт и так далее. И вот третий будет репозиторий — это сетки layout, и мы пока не знаем, как оно будет работать, но вот это надо делать. Вот. И, собственно, это будет первый шаг, потому что даже без единого фреймворка мы сможем хотя бы управлять вот этими базовыми параметрами. Вот. Потому что сейчас они пока управляются отдельно, и это там большая беда. Вот. И за счет этого пошла очень большая движуха. Это, наверное, одно из самых удачных решений, что мы приняли в процессе, потому что это очень понятно разработчикам, это достаточно легко внедрить, это такой дешевый вход, и когда люди уже начали с ним работать, гораздо проще думать уже о следующих шагах, например, в неком эффическом едином фреймворке. Момент с дешевым входом очень важен, потому что вот такими маленькими шажками мы сначала так, мы сейчас так, действительно можно прийти к чему-то одному, к какому-то единому знаменателю, потому что у всех начинает появляться понимание, обрисовываться границы, кто-то начинает постепенно соглашаться с чем-то, но только так и двигаться, да. Ну да, то есть еще одна ошибка, мы ждали чудо, чудо не произошло, мы пошли как бы замарали руки. Хижиков, Александр, мы обе деньги, у меня два маленьких вопроса. Первое, как в ваших дизайн-системах живут чужие логотипы, которые также имеют свойство меняться, да, их нужно сопровождать, поддерживать, кем вы это делаете? Второе, где вы берете деньги на то, чтобы этим заниматься вообще? Ну, либо как вы согласовываете трудозатраты в эту сторону? Дизайн-систему нужно делать, ее нужно делать кем-то. Я слышу, что человек тратит на это достаточно много своего рабочего времени. За чей счет? Можно я расскажу? Я же про государство. Давайте, за чей счет? Это я услышал. Вот. Коротко расскажу насчет логотипов. У нас логотипов нет, у нас есть гербы, ну, у некоторых ведомств есть свои знаки, да, которые они у себя приняли. Мы на свободу, бесплатно, на свободных, вот как мы многое делаем, на свободных условиях. Сейчас мы выложим дизайн-систему для гербов Российской Федерации. Мы их классифицировали, нарисовали под каждые, ну, описали дизайн-систему, как, знаете, как для иконок делают, да, систему, потому как они строятся. Вот. И мы это покажем на примере нескольких готовых гербов для некоторых ведомств и призовем сообщество нам помочь, да, или тех дизайнеров, которые подключатся к разработке сайта ведомства, где-то там далеко, незнакомые с нами, они могут сделать по этому гайду. В общем, на это не тратятся ни копейки, это все наши усилия, непонятно зачем и для чего, ну, вот, наверное, слава, ты говорил, вот для славы и женщин. Да, правильно? Вот. Ну, это не я сказал, это сказал Рамблер. Вот. Насчет того, как это все считается, дизайн-система, ну, смотрите, у нас немножко другой подход, наверное, в перспективе, я не знаю, как это будет сейчас, как это будет, у государства в любом случае там есть контрактная основа, да, какая-то, и, наверное, будет какой-то подрядчик, который будет заниматься развитием дизайн-системы. Или же это может быть структура внутри ведомства, например, внутри министерства связи, да, в которой люди за зарплату занимаются поддержкой дизайн-системы. Ну, вот там есть штат людей, есть сроки, есть задачи, ну, все по довольно обычным схемам. то есть есть задачи по обновлению дизайн-системы, что нужно улучшить, и сейчас утрирую, да, логотип, прорисовать геральдику всем ведомствам, значит, сделать то, сделать все. Это обычный контракт на сопровождение и развитие. Или же это будет внутри какой-то структуры делаться государственной, за зарплату такую государственную обычно. Ну, вот про логотип можно по-разному сказать. Типа у нас, например, сколько-то тысяч получателей платежей, там надо логотипчики путянуть, да? Да, да, я очень туда попробую довольствую. Ну, больно и печально, как бы, мать фрилансера не своими руками, конечно, делать ни в коем случае. Ну, бюджетный комитет, там, на год вперед я примерно понимаю, чем мы как будем расходовать, мне дают денег, я их использую, чтобы дизайнеры не вешались, все. Кстати, как забавно казалось, это очень дешево. Вот мы тоже рисуем логотип сервисов почты, это настолько слезы. Да, ну, в общем, это норм. А у нас проще чем, потому что у меня есть точки раздачи этих, собственно, знаков. Сейчас, сейчас. Мы имеем у себя у всех. Была еще вторая часть вопроса, да? Можешь напомнить? Первый, где вы берете деньги, я в эти деньги. Ага, ну, допустим, берем. Второй, это про логотипы судые, но есть судые, которые можно отдать на философ. А, сейчас, стоп, берете деньги. Сейчас, секундочку. И про то, что вот Андрей очень много внимания уделяет системе, типа, не должен ли он продуктом заниматься и так далее. Нет, я просто вспоминаю вопрос. В контексте. Я правильно вспомнил, да? Рано или поздно компании понимают, что они все-таки для клиента трудятся. Как только в компании происходит осознание этого странного феномена, что клиент, оказывается, приносит деньги в компании, поэтому мы можем платить зарплаты, там, еще что-то делать и вообще жить, да, предоставлять сервис этим клиентам. Начинает мозг перестраиваться, и люди обращают внимание на то, что вот тот look and feel, с которым клиент взаимодействует, это как раз вот эти вот все картиночки, дизайн, как там быстро отзывается интерфейс и прочее. сейчас мы живем в очень классное время, как мне кажется, когда все уже видят, что есть там большие компании, которые это поняли, и у них получается, потому что они вкладываются в дизайн. И чем больше компания это понимает, чем она осознаннее становится, тем меньше у нее вопросов вызывает, типа, а почему ты полдня тратишь на то, чтобы классно сделать? Ну, да, там, например, или почему вы можете там команду собрать, которая будет делать так, чтобы нас более-менее нормальные интерфейсы смотрелись, а не как придется, или еще что-то, еще что-то. Когда такое происходит, это прекрасно. Тогда эти вопросы отваливаются. Зависит от того, как кто в компании, ну, от топ-менеджмента, да, зависит, когда, как они думают, и от нас зависит, от дизайнеров, которые либо эту культуру в компании взращивают, да, вот Артем говорит, у них снизу вверх получилось, да, а у кого-то в компании там Стив Джобс сверху вниз это принес. Всех по-разному. Вот, но в большинстве случаев, как мне кажется, в нашей стране это пока что надо снизу вверх толкать. Ну, не знаю, это мое субъективное мнение, я только в Альфа-банке работал по найму, поэтому не знаю, как в других компаниях, и, надеюсь, еще нескоро узнает. Ну, он в итоге за меня почти ответил, на самом деле. Ну, в целом, да, то есть, с одной стороны, компания уже дошла до такого уровня, что она понимает, что такое дизайн-система, почему мы этим занимаемся, и вообще процесс ее внедрения идет довольно активно, и туда не только мы включены, но и разработчики, и в этой связи, в общем, вопросов, чем мы занимаемся, не возникает. И в целом, то время, которое мы уделяем дизайн-системе, оно вполне легитимное, то есть, это вполне себе рабочая задача, и наше, в том числе, труд состоит в том, чтобы вот это вот все многообразие того, что нужно сделать, декомпозировать на какие-то, в том числе, таски, которые можно запланировать, да, чтобы это было, ну, вот, прям поэтому, чтобы это даже можно было, не знаю, там, подотчетно, если уж это кому-то нужно, да, что, ну, мы правда, мы занимаемся вот такой-то, такой-то задачей, ты и занимаешься, да, параллельно со своими основными проектами, но оно, совершенно открытый процесс, вот, и мне кажется, что и правильно, если он так идет, но, да, бывает, что на начальных этапах это происходит более партизанским, может быть, каким-то путем, да, особенно, если компания как раз-таки не разделяет, возможно, ну, не дошла еще до этого уровня самосознания, да, и когда ты самостоятельно, возможно, эти некоторые процессы ведешь, которые уже потом представляешь им, вот, мы, слава богу, этот этап уже прошли просто. У нас наоборот сложилась ситуация, что мы этот этап вот проходим и прошли довольно, проходим довольно, на мой взгляд, успешно, потому что в Rambler, в дизайном системно, потому что до этого не было таких стратегических задач, никто толком не занимался, ну, то есть никто не занимался именно системным подходом к 20 продуктам, которые сейчас представляет из себя Rambler, и когда мы это условно продавали, ну, то есть инициатива была у нас тоже снизу, мы поняли, что нам необходим инструменты оптимизации и ресурсов, и системного подхода ко всему, и мы нашли просто себе союзников в лице некоторых людей из команд разработки, которые тоже хотели это сделать, им было это все интересно, мы договорились, партизанские допилили какое-то время, затем подготовили просто ряд причин, как это поможет компании быть более эффективной, как это поможет нам, то есть мы к этому комплексно подошли, почему это надо сделать, мы это условно продали с позиции, почему это оптимизирует нам разработку, почему это оптимизирует нам работу с дизайном, почему это настроит нам дизайн процесса внутри продуктов, и как это повлияет на наш бренд снаружи, то есть и просто продали это комплексно, и после того, как мы это продали, на уровне топ-менеджмента уже, в общем-то, инициатива поддержала нас сверху. По поводу поддержки, это была первая часть вопроса, но действительно у нас нет такой потребности большой в поддержке постоянно обновляющегося контента со стороны наших партнеров, например, но если есть такая необходимость, мы это тоже через фриланс реализуем, потому что это просто очень дешево. Это намного дешевле, чем час наших дизайнеров, поэтому если есть такая возможность, то лучше, конечно, выбивать такие деньги, потому что это просто экономически выгоднее, ну и мы всегда, когда что-то пытаемся объяснить, мы заходим к этому не с позиции, то что нам бы хотелось нарисовать классных картиночек, а потом их на дрипл запостить было бы прикольно, мы заходим с позиции, то что это будет выгодно нам и бизнесу, нам выгодно вот так, вам выгодно вот так, наши интересы совпадают, давайте делать, вин-вин получился. И, как правило, это работает, потому что люди понимают свою выгоду, осознают то, что затраты будут не такими большими, все хорошо, нам дают деньги, нам дают возможности. Если технически у нас 20% времени дизайнеры тратят на разработку дизайн-системы, это регламентированное время, в их загруженности, оно абсолютно заопровлено всеми, просто потому что такое распределение времени позволяет в общем-то не делать постоянно одну и ту же работу 28 раз каждому участнику команды и тоже экономит всем дружно ресурсы. К вопросу об оптимизации и в том моменте, в котором мы сейчас находимся, я все-таки хотел бы там уточнить, подчеркнуть, это мне кажется очень важная мысль. Помните эпопею с респонсив и адаптивным дизайном? То есть все вот сейчас на каком-то этапе кричали, кричали, а инструментов-то не было, все это было криво, косо, плохо. Но сейчас мы пришли к такому этапу, когда достаточно инструментов для тестирования, для разработки, для всего чего угодно, для инструментария, для дизайнера, чтобы они могли сразу смотреть, проектировать это везде. И умерли те браузеры, которые это не могут. И сейчас мы находимся на той, если говорить про дизайн-системы, сейчас мы находимся на той уровне точки хайпа, когда мы это все продвигаем, но это все сложно, это все не оптимизирует работу, я вас уверяю. Это можно так продать, мы тоже отчасти так говорим, то есть в каком-то смысле иерархически, структурно, это все оптимизирует работу, на самом деле это усложняет во многом, то есть удлиняет процесс, потому что вам не просто Save S надо сделать, Ctrl S нажать, а вам нужно компонентик правильно описать, положить, это совершенно другая история. Согласовать это с ребятами, которые занимаются кодом и так далее, которые делают фронт или бэк даже. И вот этот момент я бы подчеркнул, то место, в котором мы находимся именно с дизайн-системами сейчас. Да, действительно, это усложняет вход, но при этом переиспользование тех же самых компонентов упрощает в итоге работу. Да, я понимаю, что естественно, система не может решить нифига всех проблем на свете, и то, что действительно с ней будут проблемы появляться. Но как инструмент, мне кажется… Не, просто рано, мы рано заскочили в это все, это единственный момент. Был вопрос, я видел там. Меня слышно? Да, я знаю. Мы уже на этом пути. Привет, ребят. Меня зовут Андрей, компания Rambler. Саша, привет. Привет. Спасибо за рассказ и небольшую дискуссию. Между собой вы решили, что дизайн-система это все-таки ближе к удобству и уникальности. В целом я согласен, потому что, например, у Rambler есть такая проблема. Ну, когда я начал работать в Rambler, рассказывая друзьям, они говорят, а он что, жив вообще, Rambler? Это мой самый любимый вопрос, знаете, просто. Каждый раз. Ребята не знают, да, афиши, ЖЖ, то есть, ну, вообще не знают об этих компаниях, потому что они принадлежат Rambler. Вот. Проблема в том, что нет уникального, единого, то есть, визуального языка для коммуникации с пользователями. Вот. А как построить этот визуальный язык, когда у… в целом в холдинге у компаний разные проекты, абсолютно разная аудитория. То есть, абсолютно разные. Как построить дизайн-систему внутри одного большого холдинга? Андрей, а ты можешь порассуждать, почему это вообще проблема? И проблема ли… Потому что люди не знают, что Rambler жив. Вот прям контекст. Я понимаю, это мой один из самых любимых вопросов, когда люди говорят, слушайте, блин, а у вас же такой большой холдинг, вы хотите строить дизайн-систему, мы сейчас говорим про продуктовую группу Rambler. В холдинг входит огромное количество проектов, и эти проекты, они сейчас с точки зрения бизнеса развиваются сами по себе. Группа компаний не означает то, что мы все дружно возьмем, сменим всем логотипы, афиша станет там, я не знаю, Rambler, афиша, что-нибудь, каким-нибудь… Ну, она стала синенькой на части аудитории. Ну, то есть это не значит, что мы сейчас все дружно объединимся и пойдем под общим брендом что-то делать. Да, действительно, холдинг называется Rambler & Co., но тем не менее, афиша, афиша рестораны, и газета, и другие проекты, они обладают собственной идентикой, собственной аудиторией, собственным сложившимся брендом. Это все хорошо очень работает, да. Мы работаем над визуальным языком, и дизайн системы именно группа компаний, именно продуктовой группы Rambler. Rambler – новости, Rambler – погода, Rambler – почта. 20 проектов. Вот именно проектов, которые сейчас составляют медийно-сервисную платформу портала. И поэтому, я понимаю твой вопрос, и поэтому я бы хотела именно пояснить контекст. Это важно разделять. Мы сейчас пытаемся… Мы сейчас… Я очень пытаюсь, но мне не получается. Поэтому, когда мы говорим про визуальный язык, то он… Мы работаем над ним в контексте именно этой продуктовой группы. А другим продуктам, на мой взгляд, у них все и так хорошо сейчас. Нет, я понимаю, да, то, что работает внутри продуктов непосредственно Rambler, да. Возьмем не Rambler, возьмем один большой холдинг, да, у которого есть множество подкомпаний, да. И компанию, ну, не узнают на рынке, потому что, ну, нет визуального какого-то языка. Вот. Как сделать визуальный язык общий, то есть общий холдинг, и нужен ли он вообще или нет? Задача зависит. Если хотите… Да, нужно спросить себя, зачем? Если хотите запаковывать, тогда, наверное, если не хотите, то не нужно. Задача зависит. На мой взгляд, это все зависит. Действительно, как уже сказали ребята, у бизнеса есть необходимость это сделать? Если да, то у нас у всех готов ответ. Хорошо, у бизнеса есть необходимость это сделать. Если у бизнеса есть необходимость это сделать, то мы уже послушали примеры, как ребята это делали. Мы это делали… Мы в состав своей системы сознательно включили момент, связанный с общим позиционированием, связанный с ценностями, общими брендами, чтобы снаружи мы не просто понимали, что у нас синенькая кнопочка, ну, офигеть, синенькая кнопочка, чтобы у нас была какая-то единая коммуникационная платформа. Это просто время занимает. Это вот единственный минус здесь, то, что у нас нет машины времени, мы не можем ускорить быстренько так восприятие людей инфоповодами с нашей стороны, например, какие-то мы должны давать им, да, ведь? С точки зрения именно… Ну, то есть вот такая концепция единая, она уже помогает создавать какие-то более конкретные правила для того, чтобы визуальный язык был обоснован. То есть почему синий? Да, у нас, кстати, будет ответ. Почему синий? Ура. Почему это выглядит так? Почему в логотипе компании использован слэш? На самом деле это такие базовые принципы, которые, в общем-то, к интерфейсу мало отношения имеют. Ну, брендинг, ну и ладно. На самом деле они лежат в основе того, как развиваются компоненты, как, почему они так выглядят, почему именно вот так работает, вот почему такая сетка, почему мы хотим ее так строить. На мой взгляд, это стоит начинать с концепции, стоит начинать с идеи. Эта компания здесь для чего? Она делает что? Она полезна кому? Она будет делать что в будущем? Ну, то есть развивать, прежде всего, бренд, а исходя из какой-то коммуникационной платформы этого бренда, исходя из того, что она себя представляет, ну и, соответственно, конечно же, техническими и требованиями продуктов уже развивается визуальный язык. И если потребность именно сделать узнаваемый продукт, то начать, наверное, стоит с глобальной идеи. Почему они такие? Почему они существуют? Чем они могут быть полезны? А планируется ли развивать дизайн-систему для всего холдинга? Если да, то вот вы показывали макетики, да, вот скетчи, да, вот эти компонентики, которые собраны, да, на экране. А как они будут применяться для абсолютно разных сайтов и разных аудиторий? Будут ломаться уже устоявшиеся паттерны? Нет, ни в коем случае мы не ломаем никогда паттерны, у нас нет, мы не стараемся, мы не хотим революции, мы хотим эволюции постепенной. У меня информация о том, что глобально всему холдингу необходима единая дизайн-система, нет, но у нас есть наработки по ID. Это сервис платформы, платформа охватывает все сервисы холдинга, это единая система идентификации, пользователи, это авторизация, это кабинет единый, мы так данные собираем о людях. У нас есть наработки, которые помогают нам работать с кастомизацией на очень разных проектах. Действительно, пока это не очень масштабная система, но тем не менее мы разработали правила кастомизации, которые не ломая каких-то состоявшихся уже паттернов навигационных, потому что в основном все авторизуются очень похожим способом, будем честными, это просто не очень большой, не очень сложный продукт с точки зрения именно интерфейсов, с точки зрения именно разницы в том, как они организованы. Мы разработали правила кастомизации, эти правила сейчас внедряются платформой, мы сейчас будем смотреть, как они будут работать. Так что, в принципе, если нам будет необходимо на каких-то, скажем так, молекулярном уровне, если выражаться в методологии Atomic Design в компонентах это внедрять, то у нас правила, пример с правилами уже есть. Делать это более глобально у нас пока нет запроса, так что посмотрим. Несколько комментариев, и быстро. А, ты хотел? Знаете, это напоминает Atomic Design, напоминает очень идеологию Mobile First. Такое же, знаете, из грани в грань прыгаем. Сейчас уже есть куча логичных абсолютно статей, что Mobile First это тоже неправильно, потому что мы делаем для всех, и не надо ничего, ниоткуда начинать, надо делать для каждой платформы правильный UX. Ну, кто может отдельный, правильный. Давай зарудимся после… Вот, кто может отдельный, кто может, кто не может, тогда всем одно сваливать. Хочу сказать про нас, да, и, может быть, помочь ребятам в каком-то смысле на каких-то их этапах. Мы условно разделили, потому что это подходит, даже вот этот государственный подход подходит к компаниям продуктовым. Мы условно разделили, так легко делятся, все государственные проекты, которые существуют на три сущности. Первое – это информационные, второе – это сервисные проекты, и третье – это всевозможные, ну, условно очень назовем, условно это промо-истории. Вот в случае с информационными проектами и сервисными, мы для разных типов проектов, вот как раз это у Rambler примерно такая же история, есть информационные проекты и сервисные, вроде почты, а есть вроде афиши, которые информационные. Вот. Мы закладываем различные правила для них, чтобы все-таки в рамках одной дизайн-системы, экосистемы, люди могли идентифицировать еще отдельно сервисный от информационного, потому что разные акценты. Например, если мы на информационном ресурсе там пропагандируем, сейчас очень простой пример, там белый фон, да, и черные буквы, черным по белому, то в случае с сервисным иногда вот сервисную функцию нужно вынести вперед, вверх и так далее, и она не всегда так хорошо работает на белом фоне. Вот у ребят из Airbnb, например, прекрасно работает. Но неважно. Есть третий этап – промо-составляющие. Здесь мы всего лишь несколько компонентов отдаем на промо-составляющую. Это шрифт и, например, герб. И полностью развязываем руки в остальных аспектах разработчиков этих промо-проектов, потому что задачи абсолютно разные, абсолютно разная аудиторию, и здесь вообще связывать руки какой-то дизайн-системой нельзя, на мой взгляд. У нас на самом деле очень похожая история. По понятным причинам все то же самое. У нас есть четкое разделение на типы продуктов, на productivity сервисы, зажатые такие, более компактные, у которых есть какие-то свои правила. Есть медиапроекты, более воздушные, они на шаг больше по всем параметрам, шаг больше отступы, шаг больше шрифты. И мы как раз таки вот этим там условным на шаг больше себе пытаемся облегчить задачу, по принятию решения. Есть промо, которые еще там на три шага больше могут быть. Есть проекты, которые мы уже считаем темами к основному проекту, такие как Bipcar, которые вообще, ты никогда не скажешь, что это Mail.ru внешняя, но при этом это Mail.ru и всем правилам подчиняется. И с одной стороны помогает то же самое разделение, с другой вот это точное понимание перехода между состояниями, чем оно регистрируется. То есть что у нас? У нас там меняется просто все на шаг, то есть у нас там условно input больше становится или что-то еще меняется. И это задано четко. И есть вот эти темы, о которых Юра сказал, то есть репозиторий с готовым набором переменных, и для каждой темы эти переменные переписываются просто на новые значения, получается. Ты накатываешь тему Bipcar, и все, у тебя медиапроект превратился в зелененький, с желтеньким, и все стало замечательно. При этом он подчиняется тем же самым правилам. И вопрос вот этой идентификации, он, ну как сказать, он стоит, да, когда ты говоришь о сервисе, в котором нету логотипа Mail.ru. Да, вот вроде бы и не стоит, получается, да, и никому от этого хуже не становится. Для нас самая главная задача в данном случае это масштабируемость просто обеспечить на том уровне, чтобы мы могли генерить бесконечное количество сервисов, не ломая нашу систему. И в целом мы пока что с этой задачей справляемся. То есть мы, вот это, наверное, один из ключевых параметров нашей дизайн-системы, это вот возможность почти бесконечного масштабирования. Ну, оно, конечно же, ограничено, но тем не менее. Вот. И в целом, ну не знаю, вот этот вопрос про идентичность мне, честно говоря, не вообще не до конца понятен. Потому что там в холдинг, в такой огромный, как там Mail.ru, Rambler, Яндекс, входит куча компаний. Там у нас есть там ВК, например, да, который никогда не будет похож на Mail.ru и никому от этого неплохо. Перекладываешь это на себя? Нет, просто перекладываешь это на свои задачи на Mail.ru, перед Mail.ru и перед Rambler, такие задачи в этих проектах не стоят. Вот как у вас афиши, допустим, а у вас, как там Car этот, я забыл. Car? Bip Car. Bip Car, правильно? Да. Вот в этих проектах они прекрасно зарабатывают, работают, может быть, даже больше зарабатывают, чем до тех пор, пока вы не поставите шильдик Mail.ru на нем. Вот. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо, Артем. На самом деле, да, очень классную тему затронули. Мы тоже, когда стараемся, когда формируем правило какое-то, мы стараемся учитывать, что продуктовые, ну, группы продуктов разные, то есть есть медиа, есть сервисы. И чтобы не оплодить костыли, чтобы не оплодить какие-то конфликты, мы просто иногда описываем ограничения правила. То есть правила действуют вот на эти продукты, вот этой вот зоны, вот они вот тут вот такие, вот так вот, по такому принципу они живут. Это нас спасает очень часто от конфликтов. То есть у нас пока нет такого уровня, что мы накатываем темы, мы еще не так долго это делаем, но надеюсь, мы к этому придем тоже. Но вот ограничения, они здесь помогают не сталкиваться с какими-то большими противоречиями. То есть это очень-очень полезная штука. Плюс, конечно, помогает понимание то, что, например, если существует какая-то специфическая потребность у продукта, то эта потребность, возможно, она настолько… Ну, то есть, возможно, не стоит всегда включать ее в дизайн-систему, потому что, возможно, это какой-то корнер-кейс, и он настолько мал, что это просто частный случай. И он вот будет актуален вот непродолжительное количество времени, и потом он просто исчезнет и уйдет. Ну, то есть, возможно, его не стоит включать в систему сразу. Возможно, из него не стоит делать какую-то конкретику. И плюс, конечно, вот цена изменения всего, это все дизайн-системы нас тоже очень часто останавливает от того, чтобы не плодить какие-то костыли, потому что, когда это становится очень массивным, все, цена изменения просто растет пропорционально масштабу дизайн-системы, и вы понимаете, что вы сейчас поменяете маленькую фигню, а это, блин, просто катастрофическое количество работы, просто проще лечь и умереть прямо здесь. И поэтому очень многие вещи мы, конечно, сопоставляем, исходя из этой цены, потому что, если мы работаем с какой-то небольшой штукой, которая будет актуальна на протяжении, ну, допустим, полугода, потому что мы пишем этот функционал, а мы должны эту штуку добавить в нашу дизайн-систему, то, ну, наверное, полгода того не стоит, потому что мы эти полгода будем добавлять, а потом мы будем удалять ее оттуда. Поэтому вот помогает принять решение еще очень хорошее понятие, как цена изменения здесь. Небольшой тезис в брошу про дизайн-системы. Сейчас я прям коротко совсем. Не пытайтесь все регламентировать, потому что это невозможно. И помимо вот этих корнер-кейсов, о которых сказали, сколько много английских слов, непопулярных решений, которые могут быть не востребованы в дальнейшем, думайте о том, что вы же должны развиваться, ваш проект должен развиваться. Поэтому нужно в дизайн-системе оставить возможность для инновации, то есть для чего-то нового. Вот прям про это не забывайте. Вы зарегламентируете все, и никто не сможет нарисовать. Кто-то придумает новый крутой контрол. Ну я сейчас опять утрирую. Но волшебный радиобаттон новый придумает кто-то. А вы ему просто все это сломаете, и ваш продукт от этого только пострадает, а не выиграет. Нет, я не про вас, я про нас всех. Я жду. Ну ладно. Такая классная тема была. Коллеги, Александр, портал Госуслуг, Минкомсвязь. Да, Артем, простите. К Крамблеру? Давай Крамблеру. Ко всем вопрос. На ваш взгляд, дизайн-систему лучше создавать руками людей, которые непосредственно работают над продуктом или группой продуктов, или выделять под эти цели отдельную команду, например, по разным причинам. И вторая часть вопроса. Какие специалисты должны быть включены в команду, чтобы дизайн-система получилась хорошей? Ну, можно? Я могу. Я первый. Я много и так говорю очень. Ты афоризмами говори, прям вот кратенько, чтобы запомнил. Мне кажется, что это должно быть безусловно. В случае с… Тебе же интересует относительно портала госуслуги? В том числе. Ну, тут надо разделять в том числе или это, потому что это разные вещи немножко. Ну, от тебя давай госуслуги. Хорошо. Ребята, да, давай так, правильно. Я считаю, что государственный проект должен разрабатываться, вот вся эта система государственных проектов должна разрабатываться ин-хаус в идеале. Это должна команда, которая сидит, вовсе работает с гигантским привлечением, вовлечением профессионалов, которые готовы помочь в каких-то там создании и улучшении компонентов каких. Или улучшении… Отдавать все на open source. Backend, front, самый глубокий back, самый верхний front. Все отдавать. В открытый доступ для того, чтобы помогли, помогли улучшать. Работать должны вместе, потому что все эти удаленные истории я, ну, не верю в очень хорошую коммуникацию в столь сложном вопросе с командой на каком-то расстоянии. Я бы так сказать. Я здесь, пожалуй, просто тогда уточню вопрос. Имелось в виду именно рабочее время. То есть, чтобы сотрудник выделял там часть рабочего времени для создания, работал на создание дизайн-системы, либо просто, вы говорили сотрудник, вот ты занимаешься только этим вопросом какое-то ограниченное количество времени. Ну, это сотрудники должны быть просто разные. Есть один сотрудник, который визионер дизайн-системы, есть сотрудник, который… Ну, тут очень разная структура может быть, правда. Тут в зависимости от того, какое количество людей, кто этим может заниматься, сколько денег у вас есть, времени, очень много. разная структура… Ну, то есть, как… Как это работает? Мы все тут говорили о своем опыте, да, и по опыту каждого из нас это все рождалось, ну, снизу, как мы уже сказали, то есть команды возникали, команды, занимающиеся дизайн-системой, возникали как раз из продуктовых ребят, которые непосредственно работают над продуктами и продолжается, оно ровно в таком духе, да, то есть мы выделяем свое рабочее время. И мне кажется, что это на самом деле хорошая история, потому что я ежедневно работая над продуктом, я, ну, как являюсь сам пользователем этой дизайн-системы, то есть если я буду сидеть себе в вакууме, исключительно, ну, зарывшись в то, что я все, я мантейнер, да, я копаюсь, там, выдумываю философию и не трогайте меня своими рабочими задачами, то это мне только усложнит, потому что я не буду понимать реальных насущных проблем в такой степени, да, и только ежедневно сталкиваясь с тем, что у меня здесь не продумано, у меня там не работает, я, ну, в большей степени, ну, да, и dog food, как это там называется, да, вот, мне кажется, что правильнее, когда ребята из продукта этим занимаются. И на практике, ну, в России, по-моему, оно в большинстве с вами так иное и есть. Читая статьи, да, я встречался в ситуации, когда есть там дизайн-опс и вот эти вот все команды выделенные, которые прям вот четко занимаются исключительно дизайн-системой, вот, но это роскошство, которое доступно далеко не каждому. И, в общем, я не уверен, что это всегда эффективно. Хотя наберем вот первая конференция, которая будет называться дизайн-опс-саммит. Смотрите, очень классная была тема про то, что в какой-то момент дизайн-система вырастает и превращается в монстра, который жрет вашу жизнь. Вот в какой-то момент не получится брать и совмещать с продуктом, потому что, допустим, я про код говорю. Вот ребятам надо сделать поставку, у них спринт неделя, пять рабочих дней. Они должны отправить туда, да, и это должны увидеть клиенты. И времени на то, чтобы довести до совершенства код, так, чтобы его можно было переиспользовать в куче других продуктов, чтобы описать правильно и так далее, может не быть. и в этом случае какая-то инфраструктурная команда, которая разовьет эту идею, посмотрит, как она… Да, 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 я говорю про разработку. Посмотрит, как она встроится в другие сервисы, и вот этот механизм весь отладит, она может пригодиться. И в этом смысле в какой-то момент при количестве команд, допустим, 100 команд, или даже у нас уже 30-40-50 команд, смотря где смотреть и так далее, не все просто вебом, поэтому там сложно посчитать. Уже при этом становятся очевидные пользы в майнтейнерах, которые работают над качеством кода, и которые потом в той же команде, которая эту штуку придумала, перевнедрят ее, уже вылизанную. Нужно ли, ну как сказать, вопрос был in-house или не in-house, но на мой взгляд, в коммерческой компании in-house дешевле, очень, потому что очень много избыточных коммуникаций исключается. Я абсолютно соглашусь с ребятами. У нас тоже была такая проблема, что разработка была настолько загружена, что просто не успевала апдейтить библиотеку компонентов, и да, мы приняли решение, что мы выделяем группу людей, которые работают, которые большую часть времени тратят на то, чтобы в общем-то поддерживают ту библиотеку, которая существует. Если говорить про дизайн, то есть ты, мне кажется, не трогаешь… Мы просто относимся к дизайн-системе как к продукту внутреннему, то есть мы это рассматриваем как продукт, которым должно быть удобно пользоваться. А так как мы должны им сами пользоваться, то если мы, в общем-то, никак не с ним взаимодействуем, и погружаемся в какие-то теории, то, наверное, мы просто потеряем связь с реальностью здесь. И, конечно, да, мне кажется, я очень слабо представляю себе команду, которая разрабатывает аутсорс, дизайн-систему, для какой-то компании, не взаимодействия с продуктами. Ну, потому что просто она не чувствует вот это. А я прямо жду, когда на рынке начну. Короче, в какой-то момент это станет коммодити такое, да? И будут люди, которые дизайн-системы там от 100 рублей. Ну, вот суперизвестные… Саиты, знаете? Суперизвестный Натан Куртис, он, собственно, так и делает. Ну, и тот же самый Бэтфорс, они так и пришли, когда идея томик дизайна, ну, как, назвали модульный дизайн на томик дизайном, вот, в работе, там, по-моему, над техранчем. То есть они собрали эту банду свою, там это все у них как бы родилось, и, в общем, книжки, конференции и все такое. К слову о… Да, 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 да. Дизайн-подставь слово. К слову о том, из кого должна формироваться команда, которая занимается дизайн-системой, вот это вот самый Нейтан Кертис, он написал недавно классную статью, в которой там прям с графиками, с какими-то диаграммами, расписал о том, на своем личном опыте, как это у него происходило, и как вот эти соотношения между количеством разработчиков, дизайнеров и менеджеров в командах, которые занимаются дизайн-системой, менялась в зависимости от команды, от степени осознания, компании, важности дизайн-системы и так далее. Вот, вот, почитайте эту статью, это очень понравилось. Самое забавное, кстати, что Натан Кертис, он написал книжку в 2009 году, модульный веб-дизайн, который описывает все основы текущие, то есть все, что дальше писалось, оно повторяет эти концепты. Тема, что вот эта вся идея модульности, она описана вокруг вайрфрейма. То есть абсолютно правильные диалоги приложены не к тому материалу. И по факту там Atomic Design, все книжки, они повторяют то, что было описано там в 2009 году. Поэтому если ради истории… Я прямо не могу. Ребята, а кто-нибудь делает еще вайрфреймы, вот эти вот все, вот серые кубики, квадратики? Вау, целых два человека. Слава Богу, все так мало, хорошо. Кстати, вот… Системы просто постеснялись, после вопроса и не подняли. А, и правильно сделали, это стыд и позор. Короче, что делаете, если делаете? Ну, это мое субъективное мнение. Смотрите, какая тема. Про дизайн-систему – это как хорошая штука, так и плохая, не только с точки зрения, там, разработки и прочее. Есть такое переживание, что, а как же так? У меня есть только ограниченный набор компонентов, и я ничего с этим сделать не смогу. И меня пару лет закидывают этим вопросом. Я прямо здесь сидел, там сидел Рома, он встал и говорит, а вот, Рома, черных, вот. И ответ такой, если вам будут это закидывать, что есть всего 7 нот. Конец. Значит, есть другая история про то, что вы ждете от дизайнера, что он сделает что-нибудь прикольное, а он вам говорит, а вот это вот, короче, у нас такие компоненты. Думаешь, твою же мысль надо еще раз обдумать, и ты, наверное, подумай еще. То есть это как, это еще может выступать как ограничение в мозгах людей, и это отвратительно. И еще один момент про вайрфреймы и так далее. Пока никто не сказал, но это очень клевая штука. Я воспринимаю все вот эти вот компонентики и прочее как возможность быстро собрать первый прототип, который можно сразу же, ну, у нас в коде и так далее, который уже близкий к production ready. если кому-то известно слово agile, ну, ладно, кто-нибудь знает, кто-нибудь так работает или, ну, вы просто знаете, зашибись, ну, ладно, хорошо. Короче, если вы гибко подходите к разработке продукта, то вам это очень классный и сподручный инструмент, который очень много снимает головных болей. И я за то, чтобы смотреть на дизайн-систему, использовать ее в начале, использовать ее в начале, но после того, как вы сделали какой-то прототип и отработали его, уже расширять, надстраивать над этим и улучшать, и, может быть, вообще выкидывать в помойку и переделывать все по-другому, лишь бы это круче работало. Это, если это работает как база, от которой вы дальше строите, то это очень круто, чтобы это не превращалось в то, что, а вот у нас такой гайдлайн. Вот гайдлайн — это жесть. Вот, это сразу, ну, это мертвенький родился, знаете, анекдот, он страшный, но, в общем, это вот про это. Кстати, да, по поводу гайдлайнов у нас… Раз в полгода обновляется, да. Да, 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 я знаю. У нас сложилось такое правило, что мы сознательно избегаем фразы, это не по гайдлайнам, ну, потому что все это создавалось изначально как инструмент для того, чтобы продукты были лучше, и то, чтобы нам проще работалось, и то, чтобы сознание пользователей у нас была единая какая-то платформа, да, как сервисная группа. И мы себе запретили, да, действительно использую эту фразу, потому что я абсолютно согласна с Ваней, то, что действительно библиотека компонентов какая-то готовая. Это просто путь к быстрому прототипу, но это не решение каких-то продуктовых задач всех. То есть она может в той сборке, в которой вы ее изначально собрали, не так хорошо работать. И всегда эту историю можно улучшать, и мы, например, всегда стараемся исходить из потребности в унификации. То есть мы не хотим вводить дополнительный стиль, потому что у нас и так их много. От потребностей продуктов, потому что мы изначально эту историю делаем для того, чтобы продукты лучше были. И когда к этому с этой стороны подходишь, то начинаешь по-другому смотреть на фразу, это не по гайдлайнам. Она просто меньше появляется в голове. И попытка собрать что-то, исходя из того, что да, я сейчас компонент, вот это вот все наставлю, там по очереди вот эти вот кнопочки, там поставлю как-то. Они же там описаны, как ставили. Это же вы нарисовали, да, а что я мог сделать в этом случае. Она тоже меньше появляется, потому что, когда описана задача, главное, то что это должно работать на продукт, а не на то, чтобы ты сидел и носу ковырял остальные полдня, пока ты не рисовал эти кнопочки. Это сразу становится по-другому. Как и все в мире, это тоже палка о двух концах. С одной стороны, действительно, есть вот те проблемы, которые озвучили ребята. С другой стороны, теперь представьте маленькую компанию разработчик в Нижнем Новгороде, в Смоленске, где угодно, которая делает сайт администрации в Смоленске. Вот, и сидит, значит, они не сильно профессионалы, но объективно, и деньги небольшие, маленькие совсем, и заказчик совсем неопытный. Какой продукт они могут сделать? Ну, то есть, продукт вы можете увидеть, зайдя на сайт этого, на самом деле, какой угодно, он абсолютно непредсказуемый. Нет, верно, но это помогает и разработчикам, тут мешает, а здесь это помогает разработчикам сказать, что, ребята, мы делаем все в дизайн-системе, и вот эти ваши требования, которые мы слышали раньше, про то, что мы хотим золотом по малахиту, этого не будет, потому что у государства есть дизайн-система, и давайте ей руководствоваться. Понимаете, да, чем я говорю? То есть, в этом смысле будет и проще взаимодействовать. И мне кажется, что вообще, мы сейчас поговорили про какое-то небрежное отношение, типа быстро надо запустить что-то, или вот кто-то сейчас… Небрежное? Да, или кто-то сейчас что-то наваляет, там, в Альфе быстро запустить, в Рамблере наваляем сейчас, что-то этих контролов вам. Вот. А в государстве-то державно должно быть. Нет, а есть же другая история со всем, что вот располагать, чем больше… Ну, если много ограничений, рамок, то есть это же есть работа дизайнера, самое интересное, когда мы… Опять хочется эту фразу сказать. На самом деле? Из говна и палок. Пытаешься собрать… Пытаешься собрать… Действительно умный сэр, держа в голове именно клиента, пользователя, там, не знаю, человека, а не то, как тебе там изменить контрол, чтобы кому-то там начальство выше понравилось, которое отнесет еще выше, и что-то там будет… В этом смысле это плюс большой. Как… В общем… Все хорошо, от людей зависит. Да, да. Не обсуждается, но. Ну, не, на самом деле, так все можно рассматривать, любой наш… Мы же тут специально собрались для того, чтобы и самим разобраться. Я опять возвращаюсь к тому, на каком этапе мы находимся. Надо понимать, что по всем фронтам дизайн-системы идет работа, и работа разная совершенно. Да, привет. Тут уже как бы прозвучало, я с этим согласен, что дизайн-система – это, наверное, сочетание какого-то визуального решения и компонентов в коде. Вот вопрос к вам. Возникает ли у вас ситуация, когда визуальное решение изменилось, вы его как-то обновили, а компоненты в коде отстают от нового визуального решения? Как часто у вас бывает, и как вы решаете эту проблему? Это первый вопрос. А второй вопрос, когда компоненты в коде уже тоже обновились, возникает ли проблема, что теперь продукты, которые используют эти компоненты, не могут их накатить очень быстро? Как вы с этим боретесь? Бывают ли такие проблемы? Да, это не проблема, это рабочий процесс, на самом деле, то, что вы описали. Дизайнеры в процессе работы над дизайн-системой изменили какой-то компонент. Изменили… Если они его изменят на картиночке, то произойдет ровно то, о чем вы сказали. То есть картиночка изменилась, а реальность не изменилась. И поэтому, во-первых, этот процесс происходит не только на стороне дизайнеров, а это процесс взаимодействия с разработкой. И очень клево, если это, кстати, тоже кем-то упоминалось, если это происходит в процессе решения какой-то продуктовой задачи. То есть компонент не меняется просто так, а он меняется в рамках выполнения продуктовой задачи. То есть ты делал какую-то, грубо говоря, страницу интерфейса, тебе потребовалось изменить компонент по какой-то причине, и в рамках решения этой продуктовой задачи мы договариваемся с разработчиками, что мы меняем компонент и вносим его в систему или обновляем его в системе. Вот. Ну, то есть тут… Иначе это не может быть. То, о чем вы говорите, может возникнуть, только если нет диалога между дизайнерами и разработчиками. Вот. Второй момент по поводу того, как раскатывать, не ломая себе все вокруг. У нас тоже очень пугались на самом деле все проекты, которых мы пытались подключить к вот этому вот мифическому единому фреймворку. Да. То есть они боялись то, что вот вы там что-то закоммитите, а у нас все разломается. И одно из решений это их участие непосредственно. То есть если у каждого проекта есть некий, ну, хотя бы полумейнтейнер, который полу-реквесты принимает, который смотрит то, что происходит. Если вы вообще тестируете это дело, то, по идее, такого происходить не должно. Ну, то есть тестирование это первое. Второе, это мейнтейнеры от каждого из проектов, которые следят за тем, что коммитится и что принимается. У нас так. Мы договорились со своей стороны. У нас это просто реализовано через NPM-пакет. И просто продукты на своей стороне его обновляют раз в неделю. Ну, естественно, там аккуратно, там описано, что изменилось. И таким образом поддерживается актуальность. Ну, да, действительно, там иногда мы можем физически нарисовать и описать больше компонентов, чем ребята берут в разработку. Но мы построили сейчас процесс таким образом, что у нас просто лежит определенный набор ждущих к разработке, ждущих ресурсов на разработку компонентов в описанном статусе, в специальном борде. Ну, просто чтобы они знали, откуда их забирать в случае, если у них появится время. И, ну, не совсем бэклог. Нет, бэклоги, они там потерялись навсегда. И это позволяет нам не присутствовать на связи постоянно. То есть вот мы, смотрите, выгрузили вам определенный пул работы, пожалуйста, забирайте оттуда таски, когда вам будет комфортно и удобно. Ну, и, да, вовлечение всех команд позволяет просто быть всем в курсе, кто что делает, потому что, как правило, когда все собираются на кухню, там, чай гонять или еще что-то делали, там что-то есть, пить, то все обсуждают какие-то свои потребности рабочие. И когда у нас ребята из продукта встречают группу разработки библиотеки, они обязательно что-нибудь ей скажут. А у нас вот какая-то штука там не работает или нам что-то нужно. Ну, и вот такое простое общение, оно позволяет просто быть в курсе на самом деле. Ну, и плюс, если они пользуются теми компонентами, тестируют их, то, конечно, будет какой-то фидбэк и потребности свои они тоже будут напрямую передавать в группу разработки. И вопрос ко всем. Какие три основных базовых принципа вы посоветуете заложить при создании дизайн-системы, которые скорее… ну, наверное, не технические вещи, а которые помогут принимать решения, чтобы потом было менее больно, лучше внедрять. Три релевантных вашей задачи. Это, в общем-то, все. А то прикольно. Начал задавать вопросы, сразу куча ограничений и выдал. Типа, вот мне надо, чтобы вы ответили вот так вот. Ну, как бы… Что? Кто говорил? Я не говорил про, что это хорошо и что это ограничение. Я сказал, что есть просто 7 нот. Ну, расскажи, что вы в Альфе заложили за принципы. Ну да, мы можем просто про свои принципы рассказать и, может быть, это чем-то поможет. Но про один принцип мы уже сказали, это масштабируемость. Он для нас один из важнейших, потому что у нас дофига продуктов, как уже было сказано. Еще один из принципов, который нам сам поперек горла иногда встает, это недопущение костылей. Потому что нам очень часто приходится внутренний фашизм включать в процессе разработки системы, не позволяя плодить до бесконечности новые компоненты, какие-то кастомные решения и так далее. То есть у нас чтобы система была масштабируемой, чтобы она была понятной всем и чтобы она была воспроизводимой. То есть каждый новый дизайнер или аутсорсер, взявшийся за эту работу, чтобы он понимал вообще, что происходит и как с этим работать, нам очень важно ее держать в каких-то рамках. И вот эти рамки, отсутствие костыльных решений, которые не вкладываются в систему, это одно из тех принципов, которые мы держим все время в голове. То есть если мы пытаемся придумать что-то, что из системы выбивается, то либо в системе есть проблемы и нам нужно подумать об этом еще лучше, либо решение, возможно, не совсем правильно и оно может быть решено как-то иначе. То есть над этим чаще всего бьемся, наверное. И параметричность, наверное, еще один из принципов, тот, который помогает добиться этой масштабируемости. То есть мы стараемся не хардкодить значения какие-то, облегчить себе задачу масштабирования компонентов. Что это значит? Что если тебе нужно, например, для какой-нибудь кнопки подобрать состояние, то мы стараемся сделать так, чтобы это состояние подбиралось автоматически. То есть сделать какую-нибудь формулу, которая ты загоняешь значение и она тебе выплевывает этот новый цвет. Ну и такого рода. Это просто пример такого параметричного решения. И чем их больше в нашем случае будет, тем лучше. То есть мы стараемся сделать так, чтобы нам вот этих вот волюнтаристски принятых решений было меньше, а оно все как-то автоматически решалось. То есть если мы придумываем новую тему бибкар или еще что-нибудь, чтобы максимально просто было эту тему накатить. То есть нам не надо было выдумывать для этой темы новые состояния, новые анимации, новые еще что-то, то нам нужно было подкрутить немножко параметры, которые у нас уже есть, на плюс какое-то значение, и оно все сложилось само собой. Это вот три, наверное, таких самых основных принципа. Еще у нас смешной есть принцип про 4. Это страшный принцип. Ребята придумали. В общем, у нас есть некий ключевой такой параметр 4, то есть у нас все делится на 4, у гугла на 8, у нас на 4. 4дп и все значения, все-все-все на свете должно делиться на 4. Мы в случае с шрифтами иногда от этого отступаем, потому что с рендерингом шрифтов связано, но в остальном у нас вообще все 4, у нас уже 4 головного мозга, это прям целая болезнь. Но она очень помогает на самом деле, потому что ты уже физически не можешь поставить O133, просто тебе прям больно от этого. И это классно, потому что меньше ошибок совершается, меньше голова нагружена какими-то такими механическими вещами, и больше ты думаешь, больше времени над UX остается думать. В жизни, наверное, тяжело очень. Золотого сечения, якобы, то есть кто-то использует как проверочное золотого сечения, мы там четверок, там и прозрачности, и все, хотелось бы прозрачности, не нужно делить на 4, но так проще. Вы же просто не можете по-другому, наверное. У нас такая же проблема тоже. Мы сейчас переходим с одной системы на другой и сходим с ума из-за этого просто. Могу я? Да, окей. Если про нас говорить, то мы в самом начале, когда только начинали работать над каким-то системным решением, мы приняли для себя такой принцип, что сначала мы работаем на это решение, потом оно будет работать на нас. То есть мы бы очень не хотели, чтобы система стала для нас такой кабалой, который мы всю жизнь будем нести. Да, конечно, в некотором смысле поддержка тех компонентов, которые мы сделали, она в это и превратилась, но тем не менее мы хотели бы просто, чтобы мы вспомнили принцип, что это решение, которое должно работать на нас, то есть мы на него всю жизнь и тянуть его изо всех последних сил и страдать из-за этого. Должно быть все-таки как-то приятно. И если говорить про масштабируемость, ну да, у нас только мы масштабируемость рассматриваем в контексте гибкости, то есть мы прошли этап, когда мы очень хотели описать все возможные случаи всех возможных компонентов и описать их достаточно жестко, иногда там не разрабатывая правила, описывая конкретику, да, это была большая ошибка, ну мы через нее успешно прошли, поэтому мы вывели для себя такое правило, что если мы описываем элемент, мы описываем к нему его не конкретно, описываем его с точки зрения правил, то есть эта штука вот так масштабируется, она вот так интегрируется в другие продукты, вот по такому правилу нет какого-то и пример конкретики, который уже есть. Это помогает избегать в будущем проблем, связанных с масштабированием, ну части проблем, на самом деле всех, конечно же, не помогает, которые связаны с тем, что кто-то открыл гайдлайн и сказал, о боже, у вас там по другому отцу проставлен, какой кошмар, это все не по гайдам, давайте переделывать. Это позволяет сохранять единое восприятие, при этом на разных совершенно, на носителях разных совершенно продуктов. Ну и конечно нам очень важно, чтобы интересы продуктов сохранялись. То есть если стоит выбор, что какой-то продукт Rambler не помещается в дизайн-систему, какой плохой продукт? Ну конечно же не так. Это просто мы недостаточно проработали систему, потому что помимо того, что нам должно быть просто с ней работать и продукты от этого страдать вообще-то не должны. Они должны становиться только лучше, поэтому если мы что-то хотим отсечь от нашей библиотеки, сказать, это не по гайдам, нафиг нам это нужно, но при этом это затрагивает довольно большую группу потребностей какого-то продукта одного или какой-то группы продуктов, то это просто будет неправильно отказаться от этого во имя унификации, то есть мы все-таки в первую ставим как ориентир интересы продукта, потому что мы для них в общем-то все это делаем, чтобы бизнес был эффективен. Ну и последнее, это для нашей аудитории особенно характерно, у нас мы не делаем редизайнов радикальными, потому что у нас достаточно инертная аудитория, которая в общем-то достаточно очень болезненно реагирует на любые изменения, поэтому мы их постепенно обучаем и когда мы разрабатываем любой компонент, мы закладываем в него потенциал для эволюции, то есть у него не может быть, если мы хотим привести какой-то элемент какого-то продукта к какому-то другому виду с точки зрения модели его использования, то есть поменять его, например, паттерн навигационный, то мы должны пройти несколько стадий от того, что есть сейчас до того, до чего нам нужно добиться, чтобы наши пользователи не сошли с ума и не вопили, что, блин, вообще, где все. Да, они вопят два раза, но второй раз меньше, намного меньше, а потом еще чуть поменьше, и это помогает снять этот первичный стресс, и поэтому мы для себя взяли за правило, что элементы должны быть потенциал для эволюции до состояния, в котором мы бы хотели видеть его в будущем, ну и, конечно, от состояния, в котором он должен быть в будущем, у него тоже должен быть эволюционный потенциал, то есть его не нужно сразу, блин, переделывать, полностью выкидывать и заменять его на другой, его нужно развивать постепенно, итерационно, приходя к тому варианту, который мы бы хотели дать пользователям в качестве словно идеального. Примеры у нас сейчас с почтой происходят, то есть мы постепенно меняем паттерны навигационные, мы постепенно меняем структуру, вообще, как у нас отображаются функции основные, потому что, ну, несмотря на то, что вроде как их мало, почта, господи, что там, письма смотри, получай, фильтр смотри, но люди очень остро реагируют на то, что что-то вообще меняется, на то, что меняется там какой-то вообще визуализация кнопочек, да, в айдишке такая же история происходит, то есть если мы резко убираем какой-то элемент или меняем хотя бы его чуть-чуть, то люди это прям сразу замечают, ну, мы переживаем, да, за аудиторию, потому что они, в общем-то, формируют прибыльность нашего бизнеса, поэтому мы обязаны за нее переживать, но и в целом людей жалко. Тот, видимо, ведет здоровый образ жизни. Я могу дать? Да, уже. Я тоже потом захочу. Хорошо. Я не готов там выставлять приоритеты про самые важные, там, первых 3-10 заповедей и еще что-то, просто акцент. Это уже сделок-то. Да, акцентами подчеркнуть еще важные вещи, которые, может быть, не озвучили. В Библию, в 10 заповедей дизайн-системы или сколько у вас там этих правил, да, должно быть, на мой взгляд, включены две вещи очень-очень важные. Первое – это открытость, открытость в самом широком смысле, то есть и все люди, которые работают, должны быть открыты. И хорошо бы, если процесс был открытый, потому что уже на этапе того, как вы показываете свой процесс для профессионалов, вы снимаете ту часть негатива, которая потом может вылиться, допустим, на обновление продукта. В общем, открытость со всех сторон. Именно поэтому многие публикуют наружу свои дизайн-системы. Очень многие, очень разные цели преследуют, но в основном те, чтобы люди там смирились, привыкли, поняли, подсказали, прошли все стадии. В общем, вот такой принцип открытости. Второй принцип, который я хотел подчеркнуть, это, вернусь к тому, что я говорил, это принцип того, что вот эта дизайн-система, это самый первый принцип, та дизайн-система, которая написана ниже, должна меняться и может пересматриваться радикально в каком-то этапе. То есть это должно быть заложено, иначе, если не будет у вас этого принципа, то вам его ввести, объяснить, продиктовать будет очень сложно. На первом этапе это легко объяснить и сказать, и запустить эту бумажку или этот тезис во все процессы. Ну, в общем, в любом случае это динамичная система, которая должна меняться. Ты уже рассказал, да? Я чуть-чуть философской темы добавлю тут без конкретики. У меня дизайнеры, когда проходят испытательный спрок, спрашивают, на что ты будешь смотреть? Я говорю, на самостоятельность. Это подводочка к следующему. Есть мнение, что принцип это добровольно отказ думать. И лучше не отказывайтесь думать. Все. А, нет, не все. В любом случае какой-то правильный ответ будет сводиться к каким-то абстрактным вещам. Мы это придумали очень давно до нас. Витрувий в первом веке до нашей эры сформулировал это, если я не ошибаюсь, прочность, польза, красота. Вот, собственно, вот все, что озвучено, оно все, все придет вот к этим плюс-минус трем словам. Все. Еще есть какие-нибудь вопросы? В принципе, у нас есть заготовленные, либо мы все устали и можем пойти домой. Да? Да. У нас три часа прошло, поэтому можно какой-нибудь финальный вопрос или... Да, или тут будет еще какое-то время всем пообщаться, потом, кто захочет. Вот. Тогда мы можем завязывать, да? Вот. Всем спасибо еще раз. Надеюсь, было полезно. Вот. Видео будет выложено и, собственно, тут родилась идея. Кстати, вот пришли ребята, закрылись чуть раньше, перед началом, и там показали, чего они делают тоже. И родилась идея сделать какое-то мини-сообщество для тех, кто делает дизайн-системы в России. Да, да. Потому что много рабочих вопросов возникает, которые было бы вместе так проще решить. Продуктовый дизайн-систем. Да, типа того. Вот. Поэтому мы подумаем, как это уже запустить. И это, правда, поможет нам всем быстрее, лучше делать все. Потому что, в общем, много компаний хороших в России продуктовых. И если они будут быстрее развиваться, это рынку поможет очень хорошо. Ребзы, а поднимите руки, кому понравилось. Ну, ладно. А я думаю, те, кто остался, это и есть, кому понравилось, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.